МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И присоединиться к нам на завтрашнее заседание. Сегодня, вы знаете, то событие, о котором мы очень давно мечтали, пригласить Петра Георгиевича Щеробинского в высушку по, скажем, актуальным и перспективным направлениям, которые он видит в современном обществе. Издревле в нашем университете была добрая традиция. В субботу, в воскресенье ведущие профессора, ученые, специалисты выступали на открытых и публичных лекциях. И вот три года назад мы реанимировали эту инициативу. И хотел бы большое спасибо сказать Марии Анишенковой. Вы знаете, я со всеми вашими помощниками, со всей вашей приемной вот уже где-то полтора-два года пообщался, со всеми познакомился. Но вот я еще раз говорю, то есть это, по крайней мере, для нас это большая удача, большой успех, что такой человек посетил наш университет. И вот еще раз хочу сказать большое спасибо Марии Анишенковой, и нашим спонсором, компанией «Бетиш-петролем», который вот нас поддерживает в этом важном предприятийском проекте. По нашей традиции я хотел бы немножко представить нашего сегодняшнего лектора. Я думаю, все его знают, здесь как раз собрались. Мы специально сделали такое событие, как бы, как он называется, или калуарный, или кабинетный. То есть это, как сказать, можно сказать, что клуб ваших ценителей и почитателей. Поэтому, если я что-то ошибусь, я очень волнуюсь, вы, пожалуйста, просто извините. Итак, это ведущий российский эксперт и консультант по вопросам пространственного развития региональной промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров. Президент Института развития имени Щедровицкого, член правления фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад». С 2005 года советник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приморском федеральном области по вопросам стратегического развития. В настоящее время советник министра образования и науки Российской Федерации. С февраля 2005 года по август 2006 года генеральный директор ГУК СНИИ «Атоминформ». С 2005 года советник руководителя Федерального агентства атомной энергии Российской Федерации. С августа 2006 года по август 2007 года председатель правления, президент НИИ АЭС. С августа 2006 года по настоящее время председатель совета директоров НИИ АЭС. Также с 2007 года по 2008 год заместитель директора АО «Атомный энергопромышленный комплекс». С юля 2008 года по апрель 2011 года заместитель генерального директора по стратегическому развитию, директор дирекции по научно-техническому комплексу государственной корпорации атомной энергии «Росатом». С апреля 2011 года по настоящее время заместитель директора Института философии РАН. Советник генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в собрании участников компании Центр хионных и антипротонных исследований в Европе. Член Совета ИНТР, Международной организации по реализации проекта исследовательского термоядерного экспериментального реактора. Заведующий кафедрой стратегического планирования методологии управления МИФИ. Вы знаете, даже вот... Хорошо, что вы не все прочитали. Я еще раз говорю, самое главное, он продолжатель вот той школы системотехники, знаменитой в российской Щедровицкой, ну и человек с очень необычным и интересным взглядом на те процессы, которые проходят в нашей стране. Поэтому вам слово. Вот здесь были некоторые предложения по организации, поэтому вы, пожалуйста, их озвучите, чтобы их потом старались и придерживались. Давайте в рабочем порядке, потому что мне кажется, немножко душновато. Три часа мы не выдержим. Наверное, сделаем маленький перерывчик. Но как пойдет? Потому что я пока не понимаю, как пойдет. Я хотел рассказать вам свое видение новой промышленной революции. Это главная цель. Но к ее исполнению нужно подойти, потому что об этом очень много пишут, особенно в последнее время. Я начал об этом размышлять 10 лет назад, когда перед нами встала задача построения реалистичной стратегии развития крупной, по российским меркам, маленькой по мировому корпорации, которая занимается технологическими проектами, технологическим бизнесом, корпорацией Росатом. Тогда об этом в российской публицистике практически никто не писал. Сейчас об этом пишут все. Я считаю, это всегда очень опасный феномен, когда все пишут, потому что пишут в том числе те, кто ничего в этом не понимает. И я ставил перед собой задачу объяснить логику, за счет которой мы пришли к определенным выводам. И поделиться, собственно, этой логикой и этими выводами вместе, чтобы у вас была возможность критического отношения к тем идеям и прогнозам, которые мы выстраиваем. Но начать я хотел с другого. Я хотел начать с того, что я очень благодарен организаторам за возможность выступить в одном из старейших университетов России. Мы сейчас прошли, еще раз я кое-какие памятные места восстановил в своей памяти. Я читаю лекции в университете в вашем второй раз. Первый раз это было в 1996 году, очень давно. Но, конечно, нужно четко понимать, какая гигантская историческая традиция, исторический фундамент поддерживает существование русской образованности. Вы знаете, что Казанский университет был одним из двух созданных непосредственно сразу после принятия устава и реформ 802-803 года. Это длинная история, если дойдем до этого, можно будет про нее еще дополнительно поговорить. Но самое главное, что по времени это совпадало с появлением второго типа университетов. Обычно в литературе этот тип университетов называется гумбольтовским, хотя это не совсем так или совсем не так. Гумбольт был одним из участников процесса формирования концепции университетского образования вокруг начала XIX века. Вот на этом слайде вы видите, это условный 1800 год. Россия начала готовиться к этому процессу раньше. В целом концепция создания сети императорских университетов была готова уже в 70-е годы XVIII века. Она оказалась нереализованной по разным причинам. Но вот этот момент современности и своевременности, принятых в определенную эпоху решений, показывает, что Россия всегда развивалась синхронно с глобальной мировой исторической пульсацией, пульсацией времени. И сейчас, на мой взгляд, это не исключение. Несмотря на то, что кто-то из вас может обращать внимание на какие-то текущие сложности, проблемы, они есть всегда. Но мне кажется важным понимать и чувствовать вот этот хронотоп временной, в котором мы находимся. Тот концепт университетского образования, который лег в основу проектирования и создания вашего университета, Казанского университета, в доступную нам историю Европы, второй по счету. Первый складывается в XIII веке, большинство из вас тоже об этом хорошо знают. считается, что идеальный тип университета 1.0 сложился в Париже вокруг 1260 года, приблизительно тогда, когда Фома Аквинский взялся за пересмотр учения Аристотеля. Мы все знаем, что этот идеальный тип европейского средневекового или, как иногда говорили, схоластического университета содержал в себе четыре факультета. Факультет свободных искусств подготовительный, факультет медицинский, правовой и, собственно, ключевой теологический, который завершал лестницу образованности и выпускал из своих стен ту очень узкую прослойку, это буквально сотни человек, которые, закончив теологический факультет, а такая линейка занимала 16 лет, 16 последовательных лет обучения, получали право толковать священное писание. Этого права не имели ни князья, ни местные префекты, приво, это имела только эта очень узкая прослойка людей. Я в своем языке говорю о том, что они получали право развивать картину мира, развивать антологию. Они осваивали эту антологию и делали вклад в нее. Ну и вот пример Фомы Аквинского, а потом его учителя Альберта великого и его учеников, показывает, как это происходило. Это происходило всегда на средоточии текущих исторических проблем, в частности, имплементации вновь в Европу через арабский восток греко-римской образованности. Чрезвычайно сложный и драматичный период. А с этого момента и до 1800 года, по большому счету, в университетском образовании ничего не происходит. Конечно, там много изменений текущих, но базовая модель, в которой вершиной образованности считается теологическая картина мира, не меняется. Даже когда ученые нового времени создают новую науку, а это с XVI века этот процесс ускоряется, они все равно продолжают видеть себя и свой вклад в дело знания как развитие теологической картины мира. А вот потом происходит какой-то удивительный переход. Первоначально его несет на себе христиан Вольф, который в университете в Галле в течение 38 лет своей работы утверждает собой, своим телом, что философский факультет должен стать в центр и заместить с собой теологический. И светская философия должна вырабатывать новую картину мира. Спустя какое-то время Кант в своем споре факультетов об этом пишет уже как о концепции следующего шага. Немцам не хватило людей на то, чтобы философские факультеты стали центральными. Было слишком мало философов. В одних регионах в центр стали филологические факультеты, которые начали готовить национальную интеллигенцию, заниматься национальным языком. В других натурфилософские разработки легли в центр. И в этом плане вот эта модель в кавычках гумбольтовского университета, она по своей реализации была очень многообразной. Но в ней был один чрезвычайно важный элемент. Это отличало немецкую систему от всех остальных и сделало ее на следующие сто с лишним лет образцом для подражания, как в России, так и в Соединенных Штатах. Что это за элемент? Гумбольт считал, что университетский профессор не должен носить форму, как, например, это делали французские профессора. Он не должен хорошо говорить. Ну, во всяком случае, он не обязан хорошо говорить. Он может быть косноязычным. Он мог читать лекцию, повернувшись спиной к студенческой аудитории. А мог вообще читать лекции, когда никакой аудитории не было. Вот есть очень смешной сюжет, когда Гегель пишет фихты. Приехал, читаю лекции, ходят двое, ничего не слушают. А фихты ему отвечают, Георг, не расстраивайся, ты читаешь лекции перед Богом, а они должны быть рады, что имеют возможность присутствовать при этом. В центр был поставлен человек, создающий новое знание, прорывающийся в определенную область, находящийся на фронтире. Его номинировали сначала ординарным профессором, потом, когда Гёдте ввел модель экстраординарного профессора, экстраординарным профессором в том смысле, что не надо было 30 лет ждать, пока ты займешь профессорскую кафедру. Но суть всегда одна. Либо ты лидер в этой области знаний, и тогда ты это знание производишь в университетских стенах. Либо ты не лидер, но тогда и нечего говорить. Я позволю себе маленькое отступление в сторону. Вы, наверное, знаете про программу, которая идет, 5-100, к ней разные отношения. Недавно я читал лекции в Тюменском университете, и после того, как я долго, 6 часов, что-то им рассказывал, встал молодой человек, такой симпатичный, и говорит, скажите, а вот у нас кафедра экономики, вот там, что нам делать? Я в сердцах задал ему вопрос, может быть жестковатый, но отражающий мою какую-то интуицию проблем. Я спросил, сколько у вас в Тюмени лауреатов Нобелевской премии по экономике? Он говорит, ну у нас нету лауреатов. Я говорю, ну и закройте вы кафедру экономики. Ну не обманывайте людей. Вот вы чем занимаетесь? Он говорит, мы занимаемся вот такими-то ценными бумагами, вот их специфическими обращениями на финансовых рынках. Я говорю, ну так и назовите вашу кафедру. Вот чем вы занимаетесь? Вот это и назовите. Потому что это вы умеете, вы это делаете, вы в этом занимаете какую-то позицию, вы этому можете учить. Вот собственно, эта базовая идея была положена Гумбольдом в основу модели университета. К чему это привело? Это в частности привело к тому, что университет не может заниматься всем. Он может заниматься только тем, в чем у него есть прорывные люди. Сеченов, я думаю, что старшее поколение читало его воспоминания, описывает очень хорошую историю про то, как братья решили от него избавиться при дележе наследства. Дали ему отступное в 6 тысяч рублей. По тем временам большие деньги. И он на эти деньги поехал учиться за границу. И ему для того, чтобы освоить определенную область работы нервно-психического механизма, ну, например, зрительные нервы, ему пришлось ехать в лабораторию Гельмгольдса. А для того, чтобы заняться движением к Мюллеру, и так он объехал 3 или 4 университета, потому что они уже к этому моменту, а это 60-е годы 19 века, были очень жестко специализированы. Ты не можешь быть лидером во всем. Ты должен быть лидером в чем-то. Ты должен постоянно поддерживать этот хронотоп лидерства. И вот это и была главная идея. Вокруг нее строилось включение в исследовательский процесс, семинарские занятия. Либих придумал базовую кафедру. Но почему? Потому что выяснилось одна простая вещь, что немцы не могут собрать денег ни на одну химическую лабораторию в университете. Это хорошо англичанам. Они отняли у церкви и пустили на образование. А у немцев не было денег. Но зато есть предприятия. На предприятиях есть промышленный процесс. Они и так тратятся на станки и оборудование. Им нужны современные станки. Ну так давайте учебный процесс приблизим к предприятию. Вынесем кафедру на предприятия. Ну, например, химиков. Кстати, вы знаете, что один из активных деятелей Казанского университета как раз учился у Либиха. Это, по-моему, 37-й год, 1800. Потом вернулся сюда и считается, что в 41-м году он создал, собственно, Казанскую школу химии. Поэтому вот этот момент, подобное от подобного, лежал в основе второй модели университетского образования. Вот теперь я хочу сказать один тезис, который, ну, может быть, многим из вас покажется таким достаточно спорным и проблемным. Вы видите, что на моей схеме следующий университет это 2300 год. Потому что я считаю, что онтология, она вот как-то так, вот как-то так живет. Она не развивается сиюминутно. Она развивается большими формациями. Та онтологическая картина, которая лежала в основе Гумбольдтовского университета, я называю ее мыследеятельностной, частный случай этой картины. Это картина природы или научной работы, научно-инженерного преобразования мира. Но эта картина сегодня, хотим мы того или не хотим, доживает свой век. Вот я являюсь каким-то там пятнадцатым, наверное, поколением в своей области достаточно узкой представителей вот этой истории, истории формирования мыследеятельностной антологии, антологии человеческой деятельности, исторической деятельности, со всеми ее специализированными фрагментами. А что будет дальше, мы не знаем. вот условно мы с вами находимся на этой карте, вот видите, там стоит такой человечек, фигурка, мы с вами находимся в по историческим меркам в 1516 году. Вот если мы мысленно сейчас переменесемся в 1516 год, ну что такое 1516 год? с одной стороны ну очень промежуточный период, а с другой стороны Гутенберг уже открыл и сделал свой печатный станок и к пятисотому году вообще-то уже напечатано 50 тысяч наименований книг в Европе, что сопоставимо со всем объемом книг, который был напечатан до этого. Колумб уже открыл Америку, а пройдет еще год и Лютер выйдет на площадь. То есть вообще-то все уже произошло, хотя мы находимся в промежуточной стадии развития картины мира. У меня есть гипотезы про то, какая будет картина мира через 200 лет. Но это естественно, знаете, помните, как дискуссия мотыльков о природе пламени свечи. Я не буду рассказывать вам про историю Казанского университета, это было бы смешно. Но я хочу сказать, что, конечно, мы можем гордиться этой историей. Она, как я уже сказал, шла вполне в ногу со временем. И все те ключевые фамилии, которые формировали специализацию, школьную структуру Казанского университета, они все, ну, нельзя сказать, известны молодому поколению, потому что я недавно в студенческой аудитории спросил, кто знает Сеченова, выяснилось, что один человек его знает. Поэтому, наверное, приблизительно такой же ответ был бы про Бехтерева или про Лобачевского, и тем более про Зенина, о котором я уже говорил. Но коллеги, это действительно ключевые вехи в этих направлениях развития знаний. Каждая из этих школ, не говоря уже о том, что здесь была первая в России школа китаеведов и восточных языков, там потом отдельная история, почему Николай первый ее перевез в Санкт-Петербург, но сутевая часть заключается в том, что нам здесь есть чем гордиться. Это действительно огромный и серьезный фундамент. И завершая это введение, я хочу сказать о том, что сутевая часть этой модели, внутри которой мы продолжаем существовать, хотя и на излете, заключается в том, чтобы поддерживать и институционализировать свободную мысль. Вот здесь четыре цитата, я естественно не буду их читать, начиная собственно с Гомбольта и кончая Артегой, Гассетом и Ясперсом о том, в чем суть университета. А суть университета только в одном, создать пространство для свободного мышления. это удается, то университетская формация, эта институциональная матрица, которую создает университет, она воспроизводится и живет. Мне это дает надежду на то, что вы сдержанно отнесетесь к тому, что я буду говорить дальше. потому что то, что я хочу вам рассказать, это конечно онтологическая тема. Она не сводится к перечню технологий, которые нам грозят, к тем изменениям, которые происходят на рынках, хотя это все важно, это симптомы серьезных изменений. Поэтому я на этом вы наберетесь терпения, а вопросы ваши будут сориентированы вот на этот онтологический поиск, результаты которого я хочу вам представить. Может быть, здесь есть вопросы? Если нет, пошли дальше. Если будут, поднимайте руку, остановимся, будем обсуждать. Конечно, о том, как может выглядеть новая промышленная революция, эксперты говорят очень давно. Я не привел здесь высказывание нашего самотечественника Александра Александровича Богданова Малиновского, который еще в 1913 году написал все эти отрасли, которые будут, и угадал на 90%. У него был такой роман «Инженер Фенни». Кто захочет, может почитать. Очень интересно, что может мыслительный прогноз делать на 100 лет вперед. Азик Азимов, тоже наш соотечественник, писал об этом фантастические романы в 60-е. Но если мы вернемся к более близкой истории, то мы обнаружим, что в 1980 году Олвин Тофлер на вопрос американских промышленников, какие технологии будут работать через 30, 40, 50 лет, сказал 4. Компьютеры, новые материалы, он считал, что они придут из космоса, новые источники энергии, он считал, что это будет прежде всего энергия магнитного поля Земли, приливная энергия, кстати, сейчас эти технологии тоже развиваются, и биотехнологии. Вот 4 кита, на которых будет стоять новая промышленная революция. Через 20 лет Джереми Ривкин в прошлом году на русском языке вышла его книга третья промышленная революция с зелененькой обложечкой. Отвечая на этот раз на вопрос европейцев, которые поняли, что они сильно отстают, сказал о пяти технологических коридорах в области энергетики. Возобновляемые источники энергии, ресурсосберегающие здания, если вы не в курсе, то все 190 с лишним миллионов зданий в Европе сейчас проходят сертификацию по 7 уровням по части ресурсосбережения. Нижние 2 или 3 будут платить штрафы за неэффективное использование ресурсов. Верхние 2 будут получать положительный баланс, в том числе и финансовый, положительную платежку по итогам месяца. Накопители энергии малые, электротранспорт и гибридный транспорт и так называемый смарт-грид или умные системы управления. Об этом мы еще поговорим скорее завтра, но в 2000 году он все это предсказал и считал, что именно быстрая адаптация энергосистемы есть условия адаптации самой Европы к новой промышленной революции. В 2010 Меркель приводит Путина на выставку в Ганномере и показывает киберфизические системы. Вот как выглядит немецкая концепция индустрии 4.0. Был этап парового двигателя, был этап конвейерного производства, был этап программируемых логических контроллеров и первых роботов, а теперь это киберфизические системы, то есть это производственные системы, в которых нет людей, которые являются гибкими, самонастраивающимися, сетевыми и в которых управленческие функции выполняют машины. Не только производственные, но и управленческие. Понятно, что это немецкая модель, они продвигают себя, они продвигают свою индустрию, они молодцы. Мы говорим о том, что три основных платформы, три основных технологических коридора будут структурировать платформу технологий новой промышленной революции. Это я вам рассказываю результат нашего анализа, который мы делали для Христенко, когда он еще возглавлял Минпром в 2010 году. Первое, все в цифре. Когда я говорю все, то нужно понимать, что я слово все употребляю именно в его смысле ключевом. Мне недавно здесь на фейсбуке написали, что и так все в цифре. Я говорю, нет. Поднимите руку, у кого в зале есть электронная модель тела в больнице. Нет? А поднимите, у кого есть вот этот счетчик, который 26 параметров тела снимает в текущем режиме в потоковом. Нет? Ну все, значит, у вас не все в цифре еще. А будет все в цифре. В цифре будет весь ландшафт, все коммунальные системы, все городские инфраструктуры, все участники программы WorldSkills со всеми их данными в потоковом режиме. Наше тело будет в виде электронной модели храниться в больнице, и если, не дай бог, с кем-то что-то произошло, то на 3D-принтере вам придется напечатать его орган, пока его к вам везут. Зря смеетесь. Это происходит прямо сейчас. Второе. Новые материалы. Материалы с управляемыми свойствами. Был большой этап, когда мы тренировались с нано-покрытиями. Опять же, чтобы для вас это не было неожиданностью, в МИФе этим начали заниматься в 1954 году нано-технологии. Потом был этап композитов, а что такое композит? Это уже не материалы, это конструкции. Это конструкции, которые проектируются и делаются вместе с изделием в одном процессе. Например, то, что происходит в авиационной отрасли, она наиболее быстро первой начала это делать, сейчас в строительстве, автомобилестроение, судостроение и так далее. И, наконец, сегодня это биоматериалы с управляемыми свойствами. и так, все в цифре, новые материалы, которые мы создаем прямо сейчас. Сейчас 3D-принтер, трехкамерный. В одном создается материал, в другом создается изделие, а в третьем оно доводится до кондиции. Прямо на ваших глазах все это происходит, как единый процесс. Тогда мы можем в каждую вещь вставить управляющий чип, который будет эту вещь коммутировать со всем остальным миром, с нами или с другими вещами. Вот мой молодой коллега Павел Лукша, автор прогноза новых профессий в области образования, он шутит по этому поводу, что они вещи будут разговаривать друг с другом, только по-корейски. Пока так. И ваш холодильник сам будет заказывать продукты в магазине. Вот вы обертку выкинули со штрих-кодом? Ну он же знает, что вы любите. Он заказывает. GPS пятого поколения будет советовать вам не вносить хаос в процесс движения тем, что вы крутите баранку, потому что от вас только неприятности. И вот это вот среда умных вещей, кстати, не знаю, в курсе ли вы, что интернет вещей быстрее всего продвигается в какой отрасли? В сельском хозяйстве, потому что все коровы уже с чипами. Мы следующие. Но на нас будет больше чипов. Итак, всё в цифре. Это уже тренд, который завершается. Новые материалы, он сейчас в самом активном поиске. умные системы управления это следующий шаг ещё 15-20 лет. Теперь давайте посмотрим, а что это означает, если мы спустимся теперь с этого макромасштаба на уровень очень конкретного производственного процесса. вот Ford. Все знают, что он 35 лет экспериментировал и в итоге 1 декабря 1913 года пустил конвейер на заводе в Хайленд-Парке. Дальше мы знаем, если читали его книжку или читали о нём что-то, что они на салазках таскали этот автомобиль, синхронизируя 20 разных производственных процессов, ища наиболее чёткую скорость и в конце концов нашли её приблизительно на скорости 1 метр в секунду. 1 метр в секунду движется конвейер. И вы все остальные операции синхронизируете с этим базовым процессом движения. Хорошо, что вы покачали головой, придётся это пообсуждать подробнее. Значит, в итоге у вас каждые 50 секунд с конвейера сходит один автомобиль. Вот это была эффективность, достигнутая Ford'ом к 2023 году, которая, друзья мои, с тех пор не поменялась. Мы с вами потом поймём, почему. Если вы сядете в Токио на поезд Toyota, приедете в город Toyota, придёте на улицу Toyota, дом 1, где находится современная роботизированная линия производства машин марки Toyota, Toyota, то вы обнаружите, что каждые 48 секунд с конвейера сходит один автомобиль. То есть, вся японская культура, вся японская пунктуальность, все роботы, которые там стоят, а роботизирована практически вся линия, все навороты, которые произошли за 100 лет, дают нам прирост 2 секунды. Было 50, стало 48. Всё сделал Ford. Он создал схему этого производственного процесса. Он её выверил, он её вытащил, и кружки качества на его заводах это создали. Потом он Toyota, который, как известно, производил ткацкие станки, передал эту технологию в Японию. они её освоили и усовершенствовали ровно 2 секунды. Что говорит Маск? Он говорит, вместо 2000 деталей автомобиль будет делаться из 18 модулей в полной сборке. Один из этих модулей электромотор, но один из этих модулей искусственный интеллект. Он будет с вами разговаривать, понимаете? Он будет спрашивать вас, что вы хотите, заехать ли сегодня за продуктами или всего хватает. Может быть, он будет спрашивать у холодильника, а не у вас. Он будет выбирать маршрут, который вам нравится, объезжать пробки, учиться. Это элемент конструкции автомобиля, так же, как трансмиссия, колеса, мотор, ну или ещё что-то. Теперь смотрите, сейчас с конвейера Маска, вы знаете, он купил этот несчастный старый цех, ну и там построил первую версию роботизированного конвейера. Одна машина сходит раз в 160 секунд. То есть он работает в три раза хуже Форда. к 2018 году он обещает, что он догонит Форда. И его конвейер будет выпускать машину так же, как Форд раз в 50 секунд. А к 2023 году, то есть к столетию завершения фордовского проекта, раз в 10 секунд с конвейера будет сходить один электромобиль. то есть скорость увеличится до 5 метров в секунду. А сверхзадача, которую он ставит, 10 метров в секунду. Вот для гигафактори, которую он строит, одну в Америке, вы знаете, 20-й год запуск, одну в Европе начал сейчас проектировать. На уровне здравого смысла мы должны с вами понять, что автомобиль который в результате будет спускаться с конвейера будет эффективнее, дешевле, чем все, что мы имеем сегодня. Эра автомобилей прошлого столетняя закончилась. Это может произойти завтра, это может произойти послезавтра. Мы можем что-нибудь сейчас учудить все вместе в мире. Это отодвинет этот процесс на 15-20, а может быть даже 50 лет. Это не играет никакой роли. Мы сегодня можем делать самодвижущуюся тележку, а вы помните, с чего форт начинал, папа его куда-то вез, и они увидели самодвижущуюся тележку. Больше всего его потом поразило то, что двигатель газовый, то есть двигатель внутреннего гарантия, там находился под сидением у водителя. Не очень безопасная конструкция. и все, он загорелся и стал делать. Вот функционально это то же самое, а морфологически это совершенно другой объект, и это другая система разделения труда. Мы в первый раз переживаем такую революцию? Нет, не в первый раз. Наш с вами соотечественник Николай Дмитриевич Кондратьев почти в те же годы, что мы сейчас разговариваем, начал развивать так называемую теорию больших циклов конъюнктуры, термин заимствовал у голландцев, сидел в Санкт-Петербурге в библиотеке в неотапливаемом помещении, читал книжки, которые там были, рисовал таблицы, диаграммы, смотрел статистику и в результате выдвинул три гипотезы. Гипотеза первая. Технологии не ходят поодиночке, они ходят группами, они взаимно дополняют и достраивают друг друга. Складывание такого, пока назовем его пакетом или группой технологий, занимает 30, 40, 50, 60 лет. От появления кандидатных решений до появления финальной версии. Вторая гипотеза. Если такая группа технологий сложилась, то на ее основе начинает взрывным образом расти производительность. Ну вот как в примере с маском. В 5 раз, а в перспективе в 10. По сравнению с традиционной отраслью автомобиля страны. Этот рост продолжается 35 лет. А потом наступает спад. Потому что предельная производительность исчерпана. на этой платформе технологий больше роста не будет. Будут только убытки. И этот процесс продолжается 25 лет. Итого 50 плюс 35 плюс 25 получаем 110. А иногда и 120. А иногда и 130. А если мы возьмем еще догоняющую индустриализацию, ну то есть повтор передовых моделей, и региональные различия, и отраслевые различия, то этот цикл вообще не имеет прямых границ. Это был основной спор вокруг методологемы Кондратьева, на мой взгляд, совершенно бессмысленный. Он вел схему, а не точно описал эти этапы, потому что они везде разные. значит, ну вы знаете, что мы его расстреляли в 1938 году, потом долго не вспоминали, вспоминал и цитировал его Йозеф Шумпетер, австрийский, а потом американский экономист, и один из его учеников, Герхард Менш, в 1975 году написал вот эту книжку, как технологические инновации преодолевают депрессию, в которой он ввел одно важное добавление. Он сказал, в схеме Кондратьева была одна ошибка, он пытался нарисовать линейный процесс с какими-то колебаниями, а речь идет не о линейном процессе, речь идет о вот такой модели, которую он назвал метаморфозным развитием, но кто читал Альшулера, это его S-кривые. Значит, у вас идет рост на основе некой платформы, потом точка наибольшей продуктивности, потом она распадается на серию разных линий развития, разных отраслевых, разных региональных, типа деятельностных. Это уже спад. А вот здесь складывается новая платформа технологий, и на ее основе начинается рост. А что происходит с предыдущей промышленностью, социальной структурой, инфраструктурой, созданной вокруг старого пакета технологий? Ответ она исчезает. Она разрушается. Важнейшую функцию в этом процессе Шумпетер приписывал предпринимателю. Если вы читали его теорию экономического развития, он говорит, функция предпринимателя созидательное разрушение. Он разрушает старое, создает новое. Важный момент, который Кондратьев тоже фиксировал, но не акцентировал. Но, к сожалению, мы не знаем, что бы он делал после 1938 года, может быть, он все бы это довел до ума. Этот момент заключается в том, что, когда мы смотрим на кандидатные технологии в отраслевом коридоре, мы ничего не можем сказать, какая из них выстрелит. Ориентируясь исключительно на их тактико-технические характеристики. Ну, например, мысленно перенеситесь на 15 лет назад, соберите мысленно экспертов в энергетике и спросите их, какая технология будет быстрее развиваться, атомная или солнечная. Они вам, конечно, скажут атомная, потому что самая низкая доля топливной составляющей в структуре конечной цены, возобновляемые источники, экологические преимущества по сравнению, скажем, с угольной или гидрогенерацией. Так вот, у нас в 25-м году количество солнечных гигаватт переплюнет атомные, будет 500. и скорее всего даже больше. А атомные идут вниз. Почему? Коллеги, потому что дело не в том, что эта конкретная технология в своем отраслевом коридоре лучшее, в кавычках. А вопрос в том, какие синергетические отношения она вступает с другими технологиями, не энергетическими. Например, транспортными. И если вы поставили на крышу дома черепицу, которую производит Маск, которая уже заменяет этот некрасивый, неэстетичный парк на крыше, который стоял еще 5-7 лет назад, подводите к ней подзарядку для электромобиля, и автомобиль Тесла сам подает себя задом до характерного щелчка на подзарядку, то вы экономите дважды. Вы экономите на том, что вы производите электроэнергию, вы экономите тем, что вы не покупаете бензин. 200 евро у вас в кармане, а это, между прочим, 10% от среднеевропейских доходов. А у вас платежка будет расти, потому что вы платите за старую инфраструктуру. Поэтому, если представить себе, что вы не сэкономили, то может оказаться, что вы и 20%, выиграли и 30%, с учетом стоимости старых технологических решений и их влияния на систему потребления. Ну и, собственно, из этого простой вывод, что мы имеем дело с несколькими такими пакетами технологий. Эти пакеты технологий имеют свой вот этот 100-летний хронотоп волны развития. И одна из них в какой-то момент вытесняет другую. Не происходит перехода технологической платформы нулевой промышленной революции, которую удалось реализовать на севере Европы, прежде всего в объединенных провинциях, в первую промышленную революцию, которую мы приписываем англичанам. Она была, конечно, не первая. Она была уже энная по счету и в самой Англии третья попытка. Но в нашем сознании мы прежде всего связываем эту промышленную революцию с паровой машиной, железной дорогой, углем, коксующимся углем, соответствующим металлургией и так далее. Но по сути это был другой пакет и он, обратите внимание, не мог возникнуть в Голландии по разным причинам. Пакет, который складывается в объединенных провинциях, складывается с 16 века и исчерпывает свой потенциал развития к 1700 году. Есть ли здесь вопросы? Да. Нет. Также сто лет. это же связано не с развитием технологий, это связано с пакетированием. Понимаете? Ну вот представьте себе, вот я что-то делаю, не знаю, атомную станцию меняю. У меня есть концептуальный период, когда я включаю внутрь этого проекта новые решения, ну неважно, композитные материалы, другой бетон, другую арматуру, другой корпус реакции, реакторы со сроком службы 60 лет, а не 35, проектно. ну вот я это делаю, я делаю конечный проект, потом я под это перестраиваю промышленность и начинаю строить. И тут вы приходите и говорите, у меня есть идеальное решение, не 60 лет, а 80. Можно делать. Что я вам скажу? Ну честно, вот представьте, поставьте себя на мое место, что я вам должен сказать? Поздно. Иди гуляй. Ты, конечно, умный парень, но это все уже не встраиваемо в мегапроект. Огромное количество примеров, когда более хорошие технические решения, не попав в хронотоп развития, исчезают. они не реализуются. И ничего в этом нет удивительного. А кроме того, ну добавьте еще один фактор, ведь вот этот большой цикл, он во многом связан со сменой поколений. Я вот всегда говорю, почему, значит, ну, почему у Кондратьева там основной цикл 60 лет? Три поколения. Тогда социализация была в 20 лет. Вы говорите, сейчас все ускоряется, я говорю, наоборот, замедляется. Теперь 75. Потому что социализация теперь в 25, а нас 10 миллиардов. А тогда было меньше двух. Совершенно другая инерционность у всей системы. и колбасить будет весь мир. Мало не покажется. Мы не помним, что происходило в 1870 году. Ну, не помним, мы просто это выкинули из памяти. Но ведь именно тогда были заложены все основы русской революции. Тогда в Америке умерло полтора или два миллиона человек от голода, потому что их вытеснили с сельского хозяйства, они пришли в город, а там ничего нет. Понимаете? То есть это гигантский очень сложный переход, который приведет к исчезновению всего, кроме университета. К чему мы привыкли? Потому что университет показал свою удивительную институциональную жизнеспособность за последние тысячи лет. Это отдельный вопрос. Почему? Ну, то есть я ответил на него, потому что где-то же надо свободно мыслить. Ничего не ускоряется. Это кажется, если вы работаете в IT, там цикл сменности чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше, 5-7 лет, и вам кажется, что всё быстро происходит. Но мы потом с вами дойдём до онтологических оснований моего ответа, и вы как бы увидите просто, что за масштаб изменений должен произойти, чтобы всё то, о чём я сказал, стало возможным. Ещё вопросы? Да. Без проблем. Рассосутся. У меня есть такой слайд, я вам его показывать не буду, но я его на пальцах вам расскажу. Кусок из газеты Острова Ява. Один 1904 год, второй 2004 год. Потом внизу короткая выжимка на русском языке. Один это письмо тогдашнего какого-то деятеля английского, который наяве консул или кто-то, он пишет в Лондон о том, что такие изменения происходят, безработица растёт, вообще что будет происходить мы не понимаем и так далее. А второй корреспондент современный, ну вот впондан вашему вопросу, он пишет такие изменения 2004 год, кризис на рынке труда, безработица будет расти и так далее. А внизу надпись 1904 год, наяве живёт 4 миллиона человек. 2004 104 миллиона. Ничего не происходит. Все разорившиеся автомобили делатели в Америке нашли место в системе Форда и осталась ещё куча незанятых рабочих мест. Это не значит, что не будет структурных кризисов. Это не значит, что в определённых регионах не будет концентрироваться депрессия. Это не значит, что не будет тяжёлых периодов. Вот понимаете, когда у вас из сельского хозяйства выписывают 70% занятых, а город может акцептовать только 20% или 30%, там у них это происходило естественно, а у нас в стране происходило искусственно. Ну, конечно, возникает масса проблем. Оказывается, много лишних людей. С точки зрения истории незначимый феномен. Конечно, будут лудиты, но слушайте, лудиты же откуда берутся? Одни промышленники старые наняли безработных против других промышленников новых. или вы что думаете, сознательный рабочий класс, что ли? Конечно, будут ломать машины. Сейчас робота какого-нибудь тут поломают, только еще неизвестно, он или они его. Ответ понятен, вы можете с ним не соглашаться, но, кстати, для нашей страны вообще не играет никакой роли. У нас настолько не хватает людей, что Менделеев писал, что для того, чтобы освоить территорию России, ну, в старых границах, нужно минимум 500 миллионов человек. Мы единственная страна в мире, которая за 20 век не увеличила свои численности. Но мы постарались, нам помогли. Но это факт. Поэтому нас точно это не хватает. Вот Индонезию, в которой сейчас 350 миллионов жителей, ну да, там поколбасят, но у них 17 тысяч островов, они там займут их чем-нибудь. Как? Они что, сейчас думают, что ли? Серьезно? А, так. Как это негативное действие? Соответственно, развитие с точки зрения инфекционного куда девается? Там получается мультигративность? Знаете, вы не первый, кто эту тему обсуждает. У вас есть великий предшественник, наш соотечественник, народник Михайловский, вы можете взять его книжки почитать, он там подробно это обсуждает, у него тоже была такая идея, что деградирует, но он ошибся, потому что выясняется, что когда вы все время думаете о том, куда повернуть рулем, а остальное время, придя на работу, думаете, куда деть бумажки, которые на вас сыпятся, и как их, у меня, значит, был один подчиненный, ну, как подчиненный, формально подчиненный, на самом деле он был совершенно самостоятельный руководитель, ему в день приходило приблизительно 200 бумаг, ну, по его рабочему месту, и у него была такая схема, у него стол, был такой, значит, были вот папочки такие, вот, и в конце большая мусорная корзинка, и он делал так, он все их перекладывал, там, ну, складывал, если повторно возвращал, он их вынимал, перекладывал сюда, это сдвигал, потом еще раз, опять сдвигал, потом еще раз, значит, если через там определенное время никто повторно ничего по этим бумагам не спрашивал, а таких бумаг было приблизительно 80%, то они у него в мусорную корзинку, хлоп, и все, и конечная стадия производственного процесса, бюрократического, а вы это называете думанием? Я считаю, что это растрата жизненных сил человека, Маркс тоже так считал, поэтому у меня есть великий предшественник, который считал, что человек развивается только в условиях свободной деятельности, досуга, занятий искусством, культурой, а не в диспетчировании бессмысленных, часто производственных и административных процессов. Пока за последние 500 лет мы видим, что возможно человечество как коллективного субъекта возрастает, и для некоторых людей есть возможность тоже индивидуального роста. Да и небольшого процента, но это всегда так. 5-7% населения готовы развиваться. Я не знаю, плохо это, хорошо, бывают случаи, когда этот процент резко возрастает, Гумилёв называл это всплеском пассионарности. Опять, не знаю, не видел. Да, и если можно, после вашего вопроса я просто сделаю шаг вперед, потому что у меня вообще-то 10 пунктов, и я хочу успеть за 3 часа. У меня был недавно диалог по поводу как раз черепицы Манка и с пророссией, когда это все будет, когда это все нужно воспользоваться, и мне в ответ сказали, что ближайшие там, я не знаю, 50-100, у нас столько газа, нефти и всего остального, что никому это было не будет интересно, учитывая, какая будет цена. Что вы думаете в один процент? ничего, у меня нет времени про это думать. Я думаю про более серьезные вещи. Понимаете, время человеческой жизни ограничено, и его надо тратить с толком. Бессмысленно разговаривать про эти темы. Либо вы что-то делаете в этой области, вы что-то делаете в этой области, вот я делаю. Вот я конкретно делаю в нескольких областях разные штуковины. Я делаю как инвестор, я делаю как думатель, как стратег. И в некоторых местах я даже делаю со своей частной функцией я немножко помогаю трансформативному обучению. То есть я немножко помогаю быстро учить людей, потому что понятно, люди один из ключевых факторов торможения. Поэтому если у вас нет бизнеса в этой сфере, нечего про это разговаривать. Ну все. Поэтому интересно назначить вот эту тему в нашей массе. Ну подождите, если у вас есть бизнес в этой сфере, значит нужно оценить риски. Можете экспериментально в Греции что-нибудь сделать, ну чтобы у вас модель уже была, потом переносить сюда, ну еще что-то. Это очень конкретная вещь, надо просто делать, 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 делать и сделать, и все. Мир большой, в нем масса всего, все постоянно меняется, жизнь очень интересна. Я думаю, что те, кто говорит, что за 100 лет ничего не изменится, они просто ошибаются. Кстати, опять, понимаете, мы же в любой области можем найти экспертов, которые всегда говорили про автомобиль, Форда говорили, что он невозможен, про компьютеры говорили, что это невозможно, их никогда не будет. Всегда. И более того, это не просто люди с улицы, это очень ответственные люди. Ну они говорят всякие глупости. Я помню, я был на совещании, это был 2000 год в Министерстве связи и информации, и там группа экспертов из 8 человек, вот как сейчас помню, называть фамилии не буду, спорила по поводу того, сколько мобильных телефонов будет в России в 2010 году. Один, который сказал, что будет что-то, по-моему, 20 миллионов, его засмеяли. Так вот, в 2010 году их было 100 миллионов мобильных телефонов. То есть, тот, кого они считали, ну, так сказать, полным романтиком, ошибся в 5 раз. Остальные назвали цифры еще меньше. Это были эксперты, обслуживающие, ведомство и его стратегию и политику. Двинулись? Почему происходит такой взрывной рост на новой технологической платформе? Ответ на этот вопрос мы знаем с вами очень давно. Ну, по крайней мере, с Аристотеля, но в явном виде Саддама Смита. В 1776 году в первой главе своего работы об источниках и причинах богатства народов он написал «Единственным источником богатства является технологическое разделение труда». Еще раз. Единственным источником богатства является технологическое. То есть, не человеческий капитал, не инвестиции, не природные ресурсы, не то, не сё, не пятое, не десятое, а только технологическое разделение труда. Шумпетер в своей истории экономического анализа в 51-м году начал критиковать Адама Смита. Все знали, конечно, про разделение труда, ничего нового он не сказал, но вот почему-то он придавал этому фактору столь ключевое значение. Ну вот я считаю, Адам Смит был прав, а Шумпетер был неправ. А как описывает технологическое разделение труда Адам Смит в 1776 году? Он приводит примеры из энциклопедии Дидро и Де Ламбера и статьи Булавки Лизе Пингольд про технологическую организацию работ в этой области. Логика следующая. Один ремесленник делает в день 10 булавок максимум. Почему? Ну понятно почему. Потому что ему нужно совершить разные операции. Для этого часто нужен разный инструментарий. Переход от одной операции к другой со смены инструментария отнимает время. Одну операцию он делает быстро, другую он почему-то делает медленно. Срок целого задом сроком самой медленной операции. Ну и в результате 10 булавок. Мы разрезаем эту деятельность на 18 операций, распределяем ее между 18 специализированными рабочими со специализированным инструментарием и эта технологическая линия делает в день 48 тысяч булавок. 180 делают 18 ремесленников, 48 тысяч делают 18 рабочих, поставленных в стык на принципах операционализации деятельности. Так вот, этот принцип работает в каждую промышленную революцию. Адам Смит не мог видеть первой промышленной революции английской, потому что она происходила вокруг него. Не было той точки, из которой он мог это наблюдать. Аркрайт получает свой патент на фабрику в 1769 году, то есть всего-навсего за 7 лет до Смита. Но что мог видеть Адам Смит? Он мог видеть голландцев, которые вот на этой верфи, видите, там наверху, это вверх в городе Зандам, 1650 год. Строили в год до 500 кораблей. Там работало два десятка артелей, бригад, по 60 специальностей в каждой. Была очень сложная деятельность. Помните, Петр I поехал посмотреть, как это все организовано? Помните, нет? Не помните? В конце 17 века, то есть спустя 50 лет после того, как эта машинка была построена и работала, он приехал и стал изучать, как голландцы строят корабли, чтобы потом построить в России. Сколько кораблей построила Россия за 20 лет Петровских реформ? Сколько? Единственный курс, который надо читать в школе и в ВУЗе, это история. Все остальное можно отложить на потом. 1160 с чем-то за 20 лет. А голландцы строили 2000 судов в год. Они строили в два раза дешевле, в два раза быстрее, чем все конкуренты, имели 15 тысяч судов своего собственного флота, контролировали весь мировой, мировую торговлю, и еще во время войны с Испанией строили для испанцев. Меня вчера какой-то патриот из города, я уже забыл, какого, в Сколково спросил, что это они строили для испанцев? Предатели вообще. А я считаю, наоборот, самые, что ни на есть, правильные люди. Понимали же, что испанцы проиграют, так чего не продать им? Что происходит у Аркрайта? Он собирает из разных деревень, выполнявших специализированные функции в производстве хлопчатобумажных тканей, разные станки и инструменты, и ставит их в стык в одну технологическую цепочку. И что он при этом видит? Какие гипотезы? Что первое? С чем он сталкивается на первом шаге? Подъем в горы кто определяет? Первый или последний? Последний. Он сталкивается с тем, что передел наименьшей производительности задает результат целого. Все, все же видно. Вот здесь такая производительность, здесь такая производительность. Вот этот самый худший передел и задает целое. Вы не можете построить миллион машин, если у вас всего 2 миллиона колес. Согласны, нет? Вы не можете построить 2000 судов, если у вас дерево только на 1000 судов. Ну, кондиционного, выдержанного, готового к использованию, или матч, например. Согласны? Что начинает делать Аркрайд? Он начинает синхронизировать производительность технологических переделов. Это называется инновацией. Ну, можно сказать, мягче. Когда он придумывает сам конвейер, в ряду еще других придумщиков конвейера, он не единственный, их придумывают в разных областях. Почти одновременно с ним в Америке Уитни, английский инженер, делает конвейер по производству ружей. французы перестают поставлять в связи с революцией. Только революция мешает поставлять, если воюем, то можно. А и он делает конвейер. Но это радикальная инновация. А когда он построил конвейер, то каждый передел может дальше совершенствоваться, и это оптимизирующая инновация. Инновация это только то, что меняет систему разделения труда, все остальное не инновация, все остальное это инженерные изобретения и открытия за деньги налогоплательщиков, удовлетворение любопытства. Инновацию создает предприниматель, а не инженер, потому что он знает, к какой предельной производительности он стремится. Вот сейчас Маск будет заказчиком на 30 тысяч инноваций, чтобы дойти до 5 метров в секунду. Вот Форд был заказчиком на 30 тысяч инноваций в производственном процессе, смены оборудования, замены материалов, чтобы прийти к производительности раз в 50 секунд. Он ставит ТЗ инженерам и ученым, потому что он знает, где деньги, где эффект, где повышение прибыльности процесса, а они не знают, они что-то думают себе свое. Форд, друзья мои, за за весь 12-й год он производит меньше 20 тысяч машин. Он лучше в Америке. За первый месяц работы конвейера декабрь 13-го года он производит 10 тысяч машин. За следующий год 250 тысяч машин. А в 29-м году на двух заводах он делает полтора миллиона машин. Доводя вот до той самой производительности, которую до сих пор в автомобильной промышленности остается, вспоминая Маркса, чем? Общественно необходимыми затратами труда. Все, кто менее производительны, растрачивают труд. То есть они создают отрицательную стоимость. Тот, кто вышел на предельную производительность, задает норму, стандарт производительности. Ну и это собственно Boeing. Вот это фотография 2011 года, я там был как раз в это время. Три года они потратили с момента начала кризиса на перестройку технологического процесса сборки модульной самолетов, потому что до этого, не знаю читали ли вы Форд, если не читали, всем советую, у Форда есть такая очень красивая метафора, он говорит, до того, как я начал делать конвейера, автомобиль строился как дом, он стоял на одном месте, а вокруг него бегали, суетились рабочие. Так вот, до перестройки 2008 года самолет строился как дом, он стоит на одном месте, а вокруг него бегает бригада, которая строит. А вот здесь он едет, а сейчас он едет в трех измерениях, потому что он едет еще не только по поверхности зала, но и в пространстве передвигается. 48 737 машин в месяц. 48 737, ну а среднемагистральный самолет, вы все на нем летали. Раз в три четверти дня один самолет сходит с конвейера в кавычках, собираясь из четырех основных модулей. Как следствие более производительная система разделения труда вытесняет менее производительным. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть с протекционистскими барьерами, хоть без протекционистских барьеров. Голландцы контролируют 80% рынка судостроения, ну до прихода туда уже в конце 17 века англичан английской системы разделения труда она была другой, чуть позже поговорим. Англичане контролируют 60-70% мирового рынка хлопчатобумажных тканей, Ford контролирует 75% рынка автомобилей приблизительно к 26 году. Российский модуль Ford не считается, он его не включал в число своих, ну своей империи, хотя передал все технологии и так далее и тому подобное. И сейчас две системы разделения труда разных, две концепции новой системы разделения труда Boeing и Airbus конкурируют друг с другом, сейчас они приблизительно пополам делят этот рынок крупномагистральных самолетов и среднемагистральных, и дальше кто-то из них выиграет, кто мы не знаем, потому что это разные ставки. теперь нам придется чуть-чуть усложнить эту историю. Вот 2000 компонент старого автомобиля, ну или 18 нового, а их кто делает? вот есть такая история, представители Амторга, это наша закупочная организация, и представители ВСНХ приезжают к Форду, 28-й год, и говорят, дедушка Форд, помоги нашей молодой советской стране поставить у себя производство автомобиля. Ну, говорят, он подводит их к Ватману, на Ватмане автомобиль в разрезе марки Т, берет указку и говорит, скажите, у вас лакокрашечная промышленность есть? Он говорит, нету. А шинная? Нету. А стекольная? Нету. А металлургическая, которая может производить 20 разных видов стали исполненной? Нету. Он говорит, парни, я, несмотря на то, что я очень не люблю коммунистов, но я как бы готов вам помочь. Я вам все отдам. Я вам отдам все чертежи на машину. Я отправлю к вам своего проектировщика Альберта Кана, который поможет вам построить современные здания. Так и произошло. Я направлю к вам инструкторов, которые будут вас консультировать по запуску производственного процесса. Я столько, сколько нужно буду, пока вы не освоите импортозамещение, буду поставлять вам комплектующие, которых вы пока не можете делать. Но увольте меня, я уже сделал один раз эту отрасль в Соединенных Штатах. Я не буду за вас это делать. Не помню, какого, 16 октября 31-го года с завода в Горьком, который является точной копией завода Ривер Руш у Форда, сходит первый советский Форд. Там фотографии есть, так написано. Первый советский Форд. Он в два раза дороже и делается в полтора раза дольше. А почему? Потому что автомобиль делается не из материальных компонентов, он делается из деятельности, которые эти материальные компоненты могут делать в нужном количестве, с нужной скоростью и нужной экономикой. Если у вас такой деятельности нет, которая шины делает, или краску, то значит, что у вас не будет и конечного продукта. А сколько таких деятельностей? А таких деятельностей сотни, а иногда тысячи, как, например, в случае атомной станции. Тысячи разных видов деятельности. И они все должны работать синхронно, эффективно и вовремя. Еще раз повторю, не нужно делать миллион автомобилей, если у вас только 2 миллиона колес. Если у вас этой объемлющей системы деятельности нет, то ваш базовый процесс будет то аврал, то простой. Что и происходило на этих заводах? Ну, или еще хуже, как вот, когда мы в свое время, в конце 80-х приехали на КАМАЗ. Идем там, я совсем молодой был, и главный инженер, пока мы идем, говорит, у нас конвейер работает на 67%. Ну, мне дедушка же рассказывал, что такое конвейер. Он у Форда учился, потом авиационный отрасль в стране поднимал. Я говорю, не понял, как это, конвейер работает на 67%. Конвейер не может работать. Конвейер это та машина, которая должна всегда работать на 100%. Она не может работать на 67%. Но он начинает объяснять, я ничего не понимаю. Я говорю, а вы не пробовали повышать производительность? Он говорит, пробовали, процент брака растет. А вот он о чем говорит? А он говорит вот об этой таинственной связи между процессом, который мы видим в цеху и процессом, который охватывает этот цех и в цеху не располагается. Боинг же не в цеху делается, он в цеху только собирается. А делается он на 50 предприятиях, а каждое из этих предприятий, например, японские предприятия, которые для 787-й машины делают крыло в полносборке и везут специальным самолетом из Японии. У него еще 100-200 предприятий, а у тех еще. И если у вас хоть в одном месте технологический процесс не синхронизирован с этим, у вас не будет конечного продукта, у вас будут простои, сбои и штрафные санкции. Но и этого мало. Ведь эта система должна иметь пронизывающие структуры управления. У вас должны быть одинаковые стандарты по безопасности, по материалам, по использованию сочностей складов, по логистике, в конце концов, ну скажем, для крупной стройки, для крупного инженерира, программного обеспечения, все должны пользоваться определенными программами, делать графики четвертого уровня, синхронизировать процесс проектирования. А это еще одна объемлющая система, где разделены уже не операции на конвейере, и даже не функции предприятий, а разделены знания, специализированные виды деятельности, мышления, знаковых систем. Поэтому, когда они вам говорят про сто лет, они что имеют в виду? Может быть, они имеют в виду, что сложить такую систему деятельности быстро не получается, что помимо общественно необходимых затрат труда, о которых писал Маркс, есть еще общественно необходимые затраты времени на создание систем деятельности. Вы хотите освоить какую-то деятельность, вы ее не умеете, например, нержавейка у вас не получается, она ржавеет. Пока вы покупаете где-то, покупаете у иностранцев, у шведов, например, или у норвежцев, а теперь вы хотите это освоить, сколько вам на это надо времени, чтобы у вас нержавейка перестала ржаветь? Год? 5? 10? А если, например, вам нужно освоить производство тихоходной турбины? Вот Советский Союз производил тихоходную турбину, завод был в Украине, а сейчас не производит. А заказчик говорит, хочу тихоходную. А тихоходную производит Альстон, Митсубиши, General Electric. Сколько вам нужно времени, чтобы освоить производство тихоходной турбины? И какие ресурсы на это нужно бросить, чтобы в результате не получилось так, чтобы вкладывали, вкладывали, вкладывали в импортозамещение, потом смотрим на продукт, а он в 5 раз дороже и в 3 раз дольше делается. То есть время потратили, а результаты не достигли. И вот теперь я говорю самую крамольную вещь. Друзья, и нет никакого рынка, кроме системы разделения труда. Система разделения труда и есть рынок. Рынок для тонкой химии производства композитных материалов. Рынок для композитных материалов крылья и другие части изделия самолетов, которые строятся с использованием композитных материалов. Рынок для этих частей сборка самолетов авиакомпаний, которые требуют понизить топливо использования, потому что они продают конечный продукт, билет, он должен быть эффективен. А рынок для тех, кто продает билеты и осуществляет авиационные перевозки, это работники всех этих компаний. Химических, металлургических, авиационных и так далее. если форд запускает свой конвейер, повышает производительность труда, он может снизить стоимость конечного изделия автомобиля с тысячи, условно, тысячи долларов, которые это было в десятые годы, до 250 в момент кризиса, не так, до 300, а потом в момент кризиса до 250. Вы же понимаете, что в момент кризиса надо снижать цену. А своему рабочему он платит не полтора доллара за рабочий день, как его конкуренты, а пять, а потом шесть. А когда его вызывают в суд, его конкуренты, и говорят, что он переманивает у нас рабочих, он говорит, друзья мои, что вы такое говорите? Я заработаю на конвейере, ему плачу так же полтора, как и вы. А три с половиной я ему добавляю за то, что он совершенствует конвейер, а это уже управленческая работа, она ненормирована. Кружки качества. Теперь смотрите, а что это значит? Это значит, что для рабочего старой бутикового автомобильного предприятия купить автомобиль невозможно, он получает 40 долларов в месяц, автомобиль стоит тысячу, бесконечность разделяет его и эту услугу или этот продукт. А если он получает 200, как фордовский, автомобиль стоит 250, он возьмет кредит и купит за полгода. Вот ведь что происходит, где происходит замыкание эффективности и глубины разделения труда на платежеспособный спрос человека, домохозяйства. Если у вас продукты питания в структуре вашего бюджета занимают 80%, во-первых, потому что они плохо производятся, неэффективно, во-вторых, потому что вы мало зарабатываете, то никакого рынка нет. Я приехал в Ростове на базар, там все торгуют помидорами. Я вот хожу, смотрю на них и думаю, а вот как, вот чего у них происходит? На восточном базаре, я понимаю, они коммуницируют, они не торгуют. А эти-то чего? Они же молчат, злобно друг на друга смотрят, все же помидорами торгуют. Они что, семенами обменяют? Что происходит? Невозможно выстроить никакого обмена между теми, кто делает одно и то же. Обмен возникает между разным, а разное задается системой разделения труда. Вопросы по второй части. Что-то я как-то передавил, что ли? Давайте пройдем еще один пункт и сделаем перерыв. Сколько сейчас время? А то у меня нет. А, ну вот как раз. Я его быстро пройду, я только намечу эту линию для ваших рассуждений. Значит, обычно в этом месте самые продвинутые слушатели мне говорят, ну вот вы берете один из факторов, разделения труда, и вы пячиваете его вперед. А есть же другие. Ну слушайте, вот берем историю первой промышленной революции. Ну важно же было то, что были высокие цены труда, и поэтому у предпринимателей был стимул замещать дорогой труд дешевыми машинами. Я говорю, да, было. А кто-то другой говорит, ну слушайте, но ведь вот важная очень вещь, как в обществе производится, распространяются знания. Если быстро этот происходит процесс, если люди быстро осваивают новые знания, то быстрее идет экономическое развитие. Я говорю, да, и это только важно. Но только одна проблема. Вообще-то весь этот заход, что технологии лежат в основе экономического, ну а потом социального развития, ему миллион лет. По крайней мере с конца 18 века только ленивый об этом не писал и не говорил, даже Гегель. А уж Маркс довел это до формулировок. Он сказал, вот развитие производительных сил, и вот в какой-то момент оно вступает в противоречие со сложившимися производственными отношениями, ломает их, перестраивает, и общество делает шаг вперед. Одна проблема, он не показал механизма, он указал на то, что такая связь есть, но он не объяснил, как она устроена. Я говорю очень простую вещь. Эта связь называется система разделения труда. Вот производительные силы, их накопления, новые открытия, новые технические возможности, которые потихонечку где-то накапливаются и формируются, переходят в более системные изменения, в том числе изменения того, что Маркс называл производственными отношениями, вы понимаете, что это широкий круг вопросов, включая культуру, науку и так далее, происходит через приводной ремень, через механизм, который называется сложившаяся в данную эпоху система разделения труда. Она формационна, в нулевую промышленную революцию она одна, в первую другая, во вторую третья, она меняется, но она является маховиком. А вот факторы, ну да, конечно, они безусловно важны, только они в подавляющем своем большинстве являются следствиями сложившейся и доминирующей системы разделения труда, а не причинами. Еще раз, они есть след системы разделения труда. Отпечаток этой системы на разного типа материалах, на природном, на ландшафте, на социальном, на интеллектуальном и так далее. Вот это ключевой тезис для тех, кто, условно говоря, интересуется темой истоки капитализма или истоки экономического роста, или вот сейчас очень модная тема истоки великой дивергенции, то есть попытка ответить на вопрос, почему богатые продолжают богатеть, а бедные продолжают беднеть. Сколько? 10 минут? Или 15? 10. Давайте 10 минут перерыв, и если можно, кто-то из организаторов, откройте окошки, а то мы, вот я, например, уже, видите, сижу, скоро как в бане буду. Итак, вторую часть мы пройдем чуть-чуть быстрее, потому что, ну, я исхожу из того, что некоторые фундаментальные логические посылки вы уже почувствовали, а сейчас мы их просто поприменяем немножко. Итак, появились новые технологии. но, друзья мои, если появились новые инструменты, орудия, значит, появились и новые знания, поддерживающие использование тех орудий, эффективное применение, получение каких-то результатов. Любой инструмент, любое орудие всегда существует в оболочке из многочисленных знаний, где можно применять, где нельзя применять, какие требования к сырью, стандарты качества продукта, технологические операции и так далее и тому подобное. Вот здесь с нами дурную шутку играет павловская теория отражения, был такой только не Иван Петрович Павлов, а был такой Тодор Павлов, болгарин, значит, и представление о том, что знание это результат непосредственного взаимодействия сознания с неким внеположенным объектом и отпечаток образа этого объекта в сознании. Вот это полная ерунда. Вот давайте на простом примере. Вот вы меня спросите, сколько человек сидит в зале? Ну вот я буду пялиться у вас, и я никогда не отвечу на этот вопрос. Я должен сделать совершенно другое, чтобы ответить на этот вопрос. Я должен вас пересчитать. То есть я должен применить определенную систему средств операционального, воспользоваться ей, уметь ей пользоваться, потом произвести процедуру пересчета, потом результат этой процедуры выразить в порядке и сказать организаторам в зале сидит 42 человека, принесите пожалуйста 42 программки или там 42 презентации и я рассчитываю, что этот контрагент тоже владеет этой системой, когда он отпечатает количество или там будет вводить кнопки на принтере, он ведет правильную цифру 42, пересчитав он может принести ровно столько сколько нужно, а не как дети, вот если вы ребенку 3 лет, который не владеет этой операционной системой, скажете накрой на стол, вот смотри стоит 8 тарелок, накрой на стол, вилки, ложки, он как будет действовать, он будет идти брать пригоршню, приносить, расставлять, то есть осуществлять взаимное однозначное соответствие одного предмета и другого, у него будет что-то отставаться, он будет относить обратно, или у него будет не хватать, он будет идти снова брать, и так бесконечно он 20 раз будет ходить, потому что у него нет этого средства, иметь знание это значит иметь прежде всего средство то, что на кончиках пальцев, второе, быть уверенным, что это средство адекватно, это то, что существует между людьми в коммуникации, и только в третью очередь это значит видеть некий класс объектов. почему это так важно? Потому что мы можем с помощью такого представления о знании разделить горизонтальную систему разделения труда, в которой производится продукт, например, автомобиль, и вертикальную систему разделения труда, в которой производятся все необходимые знания, чтобы этот продукт мог быть произведен. Для того, чтобы появилась машина марки Т в количестве там миллиона или полутора миллионов в год, нужно было, чтобы 15 лет Форд у себя в гараже делал двигатель внутреннего сгорания. Пока он не сделал такой двигатель, который посчитал адекватным своему замыслу перестройки автомобильной отрасли, как сердце будущего автомобиля. Ему нужно было сделать типовой проект автомобиля, которого не существовало до этого. Все автомобилестроение было бутиковое. Он постепенно отладил концепцию, и вот этот его автомобиль марки Т с его точки зрения собирал на себе все лучшие решения предыдущих пяти или семи серий. Это был типовой проект, который можно было положить в основу более широкого производственного процесса. Он разработал 26 видов стали и сплавов. Ну, например, всем известна история, как он шел по... Он еще баловался тем, что участвовал в гонках, шел мимо разбившегося французского автомобиля, наклонился, поднял деталь, приехал в офис, собрал инженеров, говорит, почему она легче нашей? Я же вам ставлю задачу снизить вес автомобиля как условия эффективного топлива использования. Ну, они ушли, вернулись через две недели, говорит, это ванадиевые сплавы, поэтому легче. Он говорит, а кто у нас в Соединенных Штатах делает ванадиевые сплавы? Они говорят, никто. Никто не делает. Нет ни одного предприятия, которое делает этот материал. И он поехал вместе со своей командой по металлургическим предприятиям, пока не нашел одно, которое взялось в кооперации с ним делать эти сплавы. И так 26 материалов в зависимости от результатов эксплуатации автомобиля. Он создал систему управления жизненным циклом машины. Он создал дилерские центры, сервис, типовые комплектующие, типовые режимы диагностики и обследования. Это все сделал Форд. Кстати, если вы не знаете, он еще заодно сделал больницу, в которую мы сейчас ходим, ПТУ при фабрике по подготовке рабочих кадров и пенсионную систему. Заодно на этих же принципах, что и автомобили. А теперь смотрите, какой важный момент. Итак, есть процесс, который происходит в цеху, там машины продукт, а есть процесс, который буквально в вертикальном измерении. Вот в боевиках американских очень часто такая сцена. Забегают какие-то бандиты в цех и стреляют. Обычно на втором этаже такая нависающая комнатка со стеклом, стекло это бьется. Так вот, там по модели Тейлора сидят четыре управленческих позиций. то есть это вертикальная система буквально вот внизу производственный процесс, я смотрю на него сверху, я его контролирую сверху, а деятельность, разделенный труд по управлению, включая проектирование, исследование, он вот в этой надстройке, вертикальном измерении. да, 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 ну да, ну хорошо, сейчас разберемся. Значит, вот смотрите, вы конечно правы, но с моей точки зрения есть только мыследеятельность, ну да, есть только мыследеятельность, просто мышление написано на другой схеме, не на этой, которая с боингом. Итак, давайте разберем сначала на примере, а потом вернемся к вашему вопросу. Значит, каждая промышленная революция вносит новацию в вертикальную систему разделения труда. она создает новеллу, новый тип мыследеятельности, который технологизируется. Вот нулевая промышленная революция создает инженерно-конструкторскую работу, как типовой блок любой системы деятельности, любого продукта. Вот, если вы мысленно перенесетесь в 1500 год, Леонардо да Винчи, вот он кто? изобретатель, естествоиспытатель, художник, архитектор, кутилый мод, философ. Понимаете, он все, он вот этот вот микс, который характеризуется для переходных эпох, возрожденческого, ну, такого, переходного типа, соединяющий все на себе. А в 1600 году Стивен открывает в Голландии первый инженерный колледж и начинает готовить инженеров. В 1590-е они принимают законодательство об охране интеллектуальной собственности, создается для инженерной деятельности, то есть для нормы, создается место, понятный источник дохода, роялти, патенты, появляется спрос на инженерную работу, потому что они повышают эффективность технических систем, львиная доля патентов в следующие 25 лет это патенты в области совершенствования витринных установок, осушение болот, приводные ремни, приводная лесопилка и так далее. Надо готовить инженеров, не надо готовить Леонардов да Винчев, надо готовить типовых инженеров, которые могут занять место в любом производственном процессе. Петр I приезжает на верфи, может быть, кстати, в Зандаме, хотя про это ничего не написано нигде, что он там был, ходит, смотрит, осваивает виды работ, а потом говорит этому микропредпринимателю, артельщику, он говорит, а чертеж корабля где? Что он ему отвечает? Коллеги, 1700 год, что он ему отвечает? Он ему отвечает, нет чертежа, нет чертежа корабля, мы строим по шаблонам, шаблон достается мне от дедушки, потом от отца, а я передам сыну. Для каждой детали судна есть шаблон, мы его используем, а чертежа корабля нет. А за чертежом корабля ему надо ехать в Англию. А почему надо ехать в Англию? Потому что англичане, в отличие от голландцев, не умеют строить. Это удивительная вещь, это ответ на ваш вопрос. Если мы делаем что-то, нам мышление не нужно. То есть мы не умеем делать без мышления никак. Мышление сверхкомпенсирует разрывы в деятельности, оно на знаково-семиотическом и программном уровне восстанавливает элементы деятельности, которых нет на кончиках пальцев. И поэтому инновация первой промышленной революции английской это проектирование. Его не было до того момента, когда им не пришлось, ну, например, в судостроении поставить задачу в связи с переходом к другой тактике военного боя, не будем туда уходить, поставить задачу создания однотипных кораблей с одинаковыми скоростными характеристиками одинаковым водоизмещением. Кстати, тоже очень интересная история. Значит, если у тебя есть чертеж, если ты как бы начинаешь думать, как усовершенствовать производственный процесс, у тебя, например, возникает такой вопрос, можно ли бойницы для пушек прорезать на стапелях, а не так, как делают голландцы, когда они спускают корабль на воду, после этого уже смотрят, где проходит ватерлиния, и потом, вися на кошках, пролезают эти бойницы. Во-первых, неудобно, во-вторых, дорого, в-третьих, могут существенно ломаться технические конструкционные характеристики самого изделия, ну и так далее. и тогда проектировщик идет куда? Ну, ваш вопрос, просто давайте его продолжать. Он идет в Лондонское Королевское общество и говорит, вы можете рассчитать формулу водоизмещения? Они рассчитывают, прорезают эти бойницы на стапелях, спускают, ровно так, как рассчитали, происходит, и король объявляет этот день английским национальным праздником, потому что единство знания, ну, то есть, единство науки, расчетов и практики. Исследование вырастает из нужд проектирования, а не наоборот. Проектировщик заказчик на исследовательские работы исходные, потому что до этого они занимаются опытами. Если вы возьмете журнал, ну, по-нашему, вопрос философии, который издает Лондонское Королевское общество, то в нем два раздела. Первый называется опыты, а второй мемуары. То есть, налил там из пробирки то-то, произошло то-то, вот описание. А другой называется истории. Это другие люди в соответствии с системой развития труда, которую Бека написал. Говорят, этот налил, получилось то-то, а этот налил вот это, получилось другое. Так возникают потом научные предметы. Это для особо интересующихся развитием мышления. А исходно проектирование, смотрите, с чем связано, с чем связано задача проектирования, это не задача создания изделия. Мы вот почему-то всегда думаем, что вот проект, это вот, например, атомная станция, вот проект, это вот проект станции. Нет. Это проект деятельности по созданию такой станции. Потому что, если у вас деятельности оргпроекта нету, у вас станции не получится, у вас получится каждый раз что-то другое. У вас не будет типового проекта изделия, если у вас нет типового проекта организации работ. Поэтому, а смотрите, а есть второй момент, а какая-то должна быть система организации работ? Она должна быть, вы удивитесь, экономически эффективна. Вам не нужно просто сделать изделие. Вам нужно сделать изделие, вписывающееся в определенные ценовые параметры, иначе вы его не передадите заказчику. Заказчик говорит, мне это не нужно. Инженеру-конструктору до фонаря, поверьте. Вообще, инженер-конструктор может решить любую задачу. Технически. Вопрос в том, это потом тиражируемо экономически эффективно или нет. И это вопрос проектирования, и он возникает только в первой промышленной революции, только при определенном уровне массовизации производства. А что происходит на второй промышленной революции? Технологизируется исследовательская мыследеятельность. И возникает это впервые, скорее всего, в Германии. Потому что им надо догонять, им бессмысленно догонять по текстилю. Ну все уже, паровоз ушел. Они так отстали. 1850-й год. Все уже впереди. И они выбирают тяжелые, сложные виды деятельности. Химическую промышленность, электротехническую промышленность, оружейную. А там, как вы понимаете, предмет-то не виден, его же нельзя пощупать в процессе химической реакции. Надо моделировать. Надо формулы. Надо эксперименты. Поэтому, когда Либих, о чем я говорил, выносит эту кафедру на производство, это не только решение экономических проблем в УЗА, потому что нет денег, чтобы оснастить каждый ВУЗ соответствующей экспериментальной базой и технологиями. Но это еще и встраивание исследователя того гумбольтовского в технологический процесс в качестве важнейшего конструктивного элемента. А мы дальше с вами увидим через шаг, что, например, уже у американских компаний начала 20-го века в крупных компаниях есть просто уже департамент Research and Development. Все, он встроен внутрь, он является обязательным элементом вертикальной системы разделения труда. Но есть еще одна важная история, связанная со знаниями. Итак, мы сказали, появились новые технологии, следовательно, появился, как минимум запрос на новые обслуживающие применения, распространения этой технологии знания. Эти знания сложные, они недоступны, но во всяком случае тем людям, которые жили раньше и работали в старой системе. Следовательно, процесс производства, накопления, распространения и освоения новых знаний оказываются ключевым тормозящим фактором масштабирования промышленной революции. Следовательно, если у вас каким-то образом появилась такая организационная форма, которая максимально эффективно производит, накапливает, распространяет и помогает освоить эти знания на данный исторический период, то эту форму можно назвать клеточкой промышленной революции, в буквальном смысле этого слова делится клеточкой, ну, почкованием, делением. Создали эту организационную форму, она эффективна, значит, раз она пополам поделилась, там, часть коллектива ушла, создала такое же предприятие, или часть коллектива ушла, через функцию консалтинга стала создавать аналогичную организационную форму в другой отрасли. Или ты становишься серийным предпринимателем, и такое тоже возможно. Да, я всегда по этому поводу говорю, друзья мои, надо хорошо понимать, что если бы не было диаграммы Ганта, а это 903 год, то не было бы никакого конвейера у Форда. А диаграмму Ганта, как вы знаете, делали три человека. Сам Гарри Гант, наш с вами соотечественник Карль Адамецкий, и наш с вами соотечественник Вальтер Поляков. Три участника группы А Тейлоровского общества. Это было связано с развертыванием визуальных методов в управлении научной организации труда, но это предмет отдельной лекции. Значит, пока мы с вами понимаем, должна возникнуть вот эта клеточка, она должна сложиться. что является клеточкой нулевой промышленной революции? Какая организационная форма в нулевую промышленную революцию? кластер? Я всегда говорю, что если бы это не придумал маршал, я бы подал на Нобелевскую премию. Потому что идея, на мой взгляд, совершенно классическая. Он в 900, не помню, как он, в 900 году или там в конце 19 века он это придумал, отвечая англичанам, почему они теряют лидерство в ткацкой отрасли. Что говорит маршал? Он говорит, если у вас на одной маленькой территории сосредоточены однотипные виды деятельности, все делают одно и то же, у вас очень быстро распространяются знания. А где они распространяются? Ну где мы с вами обмениваемся знаниями? Вчера вот мы где были? Пап экономика. Экономика пивной. Вы закончили работу, пришли в пивную. О чем вы говорите в пивной? О работе. Друзья мои, ну не выдумывайте. Да конечно, но только в свободном режиме, неформальном. Поступил новый большой заказ. Ну например, вот это вот и есть тот самый заандам и верфь, о которой я говорил в самом начале. Сейчас я коснусь этого более подробно. Поступил большой заказ морского флота военного Голландии. Я не справлюсь, ты не справишься, мы с тобой давай пошерим заказ, ты делаешь это, я делаю это. Умер один из предпринимателей, а его сын не хочет продолжать дело. Распродается лекалы, самая дорогая вещь. Ну вот, давайте купим. Надо забрать людей. Забираем, мы же их все знаем, вот они тут, несколько тысяч человек, в общем, все друг друга знают, все живут рядом, все работают рядом. А этот человек придумал ноу-хау, но оно быстро распространяется. Значит, сейчас, например, в Калифорнии это называется очень красивым словом ланч менеджмент. Это управление коммуникацией в монопрофильном коллективе. А вот на этом, на этой иконочке это гравюра тоже 1650 год, Голландия, 3 на 3 километра. Это вот вверх, вот здесь вот эшелон предприятий, ну, вот здесь прям полигон для сборки этих судов, да, здесь предприятие ближнего передела, там наверху дальнего. Все пронизано каналами, по каналам плавают 3 кварты, баржи, которые тащат лошади, на них возят грузы и так далее, по краям стоят ветряные установки, которые осушают, и вот здесь, друзья, 1200 предприятий, 1650 год. Это вот то, что увидел Петр Первый. Вы думаете, эту европейскую культуру борода брил, он что, для чего? Вот он это увидел, это все работало, это сейчас еще работает, каналы половина или больше зарыли, а ветряники стоят до сих пор работают. Вот у вас стулья те еще 200 лет, не разваливаются, вот там соседняя аудитория. Что происходит на следующем шаге? Появляется Аркрайд, и он начинает с точки зрения той старой формации делать полную ерунду. Он начинает ездить и искать место для фабрики. А где место для любого производственного процесса? Там, где люди, которые умеют. Ткачи надомники живут деревнями, берут заказы, получают довальческое сырье, производят конечный продукт в виде тканей, которые проходят квалификационную характеристику с точки зрения качества. Обычно как в той же голландской семье. Старший брат торгует, средний организует производство, пешеходное предпринимательство, привозится довальческое сырье, они делают, принимаются, конечно, продукты, сдельная оплата. Где надо размещать производство? Там, где есть люди, которые умеют делать. Нет, этот парень ездит, ездит, ездит три месяца и, наконец, выбирает место рядом с ручьем, с высоким перепадом высоты. И говорит, здесь будет фабрика, ему говорят, ты с ума сошел, у тебя ближайший населенный пункт в 14 километрах, где ты людей-то возьмешь? Он ставит приливное колесо, привод, размещает вот эти самые переделы, станки, а рядом строит коттеджный поселок и переселяет туда рабочих. Что произошло? Появилась новая организационная форма, называется фабрика. Работа теперь неиздельная, а какая? Почасовая. А что произошло с системой разделения труда? А еще что? Раньше вы получали конечный продукт, смотрели, не есть брак, нет брака, сдельно оплачивали и уходили. А теперь они вам пришли на работу. И что они пришли на работу? Ну что вы все делаете, когда приходите на работу? Прям. Вот. Там значит один коллега мне уверял, что все мыслят, понимаешь, а я отказываюсь, все работают. Вы тут разберитесь. Вы курите и ничего больше не делаете. И как можно больше вы курите. А потом когда вы выкурили, вы еще думаете, ну извините, никого не хочу обидать. Значит как бы еще обмануть работодателя и ничего не делать? Поэтому конечно же ему нужен человек, которого раньше не существовало. Менеджер. Пять. Потому что если вы отдаете довальческое сырье, забираете конечный продукт, да вам до фонаря, чего он делает в промежутках, как он организует свой труд. Вас это не касается, это его проблема. Может он вообще не хочет работать, но не хочет, не хочет, мало получит. Он сам это определяет. А теперь вы их загнали на предприятие, они 10 часов находятся, вы должны нормировать труд и урочно организовать производственный процесс и контролировать исполнение. Вам появляется менеджер, это 1770 год. И к 1910, когда Тейлор пишет свою науку производственного управления, это уже 8 позиций, которые разные аспекты, нормы, времени, осуществления деятельности контролируют. А еще кто у вас появляется? В обязательном порядке, которого не было раньше? Ой, бухгалтер, да ничего, знаете, складывать и умножать легко, трудно вычитать и делить. Ну смотрите на схемку, что у вас вот здесь внизу-то стоит? машина появляется, вам нужен главный инженер и служба механизации, потому что это сложный станок. Не было в кластере главного инженера и службы механизации не было, потому что все станки одинаковые, все достались от пращуров, они относительно простые, есть местный умелец, который молотком в крайнем случае постучит, вообще сами ремонтировали. Пожалуйста, но это все равно развитие определенного инженерного профессионализма, которого раньше не существовало. Где берет Аркрайд инженеров для службы механизации? А вы где берете? А какие же интересные университеты в Англии, в Кембридже, там вы помните кого готовят, да? Знаете историю, как Ришелье пришел в университет французский и сказал, что ему мосты надо строить? Они не знали, что он премьер-министр, они его просто послали в пеший эротический тур. Сейчас то же самое происходит, но мягче. Но учить дорого, друзья мои, и кроме того непонятно чему, потому что нет нормы. были бы у них у производителей этих станков инженерные кадры для такого, они бы вообще весь мир бы захватили. У них полтора инженера. Лат с Болтоном паровую машину как делают? Создают консультационную компанию, консультируют промышленников, как использовать машину Нью-Комена, потому что она простаивает 99% времени и только потом собирают ТЗ на модернизацию. Он едет в Швейцарию, в часовую отрасль, потому что только там есть инженеры на выдание и перекупает их и привозит в Англию и селит там. И так всегда мы делаем. И так всегда иногда неоткуда. Тогда какое-то время все колдыбает. Не буду продолжать эту логику. Какая организационная форма появляется во время второй промышленной революции? Там написано, можно прочитать, транснациональная компания. Почему? Потому что знание уже не про производство. Это Туган Барановский мог писать книжку «Русская фабрика», описывая, вот как становилась эта фабричная клеточка в России с перекосами разными. Очень интересная книга, очень поучительная. А транснациональные компании возникают в тот момент, когда у вас появляется глобальный рынок, перспектива, и вам надо получать знания не про производство машин, а про потребительские качества, логистику, управление жизненным циклом, то, сё, пятое, десятое, а сейчас еще 26 видов управленческих специализаций, включая какую-то неизвестную стратегию, замом по которой я там был в Росапино. Чё это такое? С чем это едят? Теперь смотрите, важный аспект для вашего дальнейшего рассуждения. Советский Союз не справился с этой задачей. Он начал индустриализацию на переходе от первой ко второй промышленной революции и не смог построить адекватную клеточку. свою, не капиталистическую, это у капиталистов была транснациональная компания. Она слихорадила. То у нас тресты, то у нас главки, то у нас министерства, то у нас совнархозы, то у нас комитеты. Помните хручевские реформы? Молодежь. Помните все молодежь? Хручевские реформы. Потому что если вы не помните, вы сейчас еще раз все это наделаете. А я уже старый человек, я хочу все-таки при коммунизме пожить какое-то время. И обратите внимание, если вы берете материалы пленумов с 55-го до 64-го, до ухода хручевских, там одна тема только обсуждается. Почему так получилось, что социалистическая промышленность отстала в развитии всех ключевых новых видов деятельности? Например, химии. Почему в Америке 500 химических заводов, и они делают 80% материалов, которые нужны для того-сего, 5-го, 10-го, там, сельского хозяйства, быта и прочее, на химических материалах новых, а у нас все чугун да сталь, да, понимаете, значит, как так случилось-то? А, говорит Хрущев, оторвана инновационная функция, то бишь определенный вид знаний. Вот и развитие производственных процессов. Надо их соединить. А как соединить? Очень интересно, вот Косыгинские реформы потом как делаются, часть берется из хрущевской модели, часть новая, опять ничего не получилось. Поэтому мы вынуждены через 100 лет восстанавливать квази-ТНК. Росатом, Ростех, Росто, Рос, все. Квази-университеты, квази-ТНК, квази, все квази. Потому что опоздание. А знания о рынках за 5 минут не нарабатываются. Знания о технологиях за 5 минут не нарабатываются. Это надо десятилетия выращивать. Это не проблема производства. Хотя, понятно, что она должна конвертироваться в нормальную организацию производства. но это другие проблемы. Ничего себе! Ну и вот собственно то, что я говорю. Каждая такая организационная форма порождает серию новых позиций. Я вам сказал про менеджера и главного инженера, но обратите внимание, например, появляется такая любопытная позиция, промышленный дизайнер. Раньше у каждого ткача-надомника был апритурный лекал. Он делал свой рисуночек. Малая серия. Развозилось все это и в общем как-то продавалось. Масштаб у вас вырос в 30 раз производство. Вдруг выяснилось, люди какие-то странные, они одну ткань с одним рисунком покупают, а другую нет. Понимаете, что-то как оказывается есть что-то, чего мы вообще не понимаем. Не было у них никаких понятий ни о моде, ни о стиле в 1750 году. Поэтому что начинают делать эти ребята, неважно, это стекольное производство, фарфор, или это ткани. Они идут и на рынке нанимают профессионального художника, ставят ему задачу разработки рисунка и платят за это 100 фунтов. А 100 фунтов это годовой бюджет содержания ткача надомника. Почему? Потому что как только у него объем производства вырос, эта ткань продается, он выиграет во всех случаях. А если он ошибся с тканью, она будет лежать. Все, вот раз и вот появляется первый промышленный дизайнер, родился в 1755 году. Между прочим, вот я обещал вам, первая исследовательская команда General Electric, там очень интересно, если ее побольше увеличить. Конец 19 века. Вот вы правильно сказали, разработчик технологического процесса оборудования, соединения, инженерной работы, исследовательская, технолог. Огромное количество новых управленческих процессов, профессий, прямо взрыв, прямо, так сказать, гигантское увеличение численности и специализации внутри. Да ну шо ж такое-то. Есть ли здесь вопросы? Очень просто. Форма ТНК стала сначала экспериментальной в Америке, а потом доминирующей. Ну как почему? Ну потому что очень просто, они ее разворачивали. Они решали эту задачу, они решали задачу, как знания сделать максимально быстро обращающимися. Причем новые типы знаний. Они эту задачу решали конкретно, Форд решал ее, этот вот парень, который кетчуп это делал, как его, Хе-хе, Ханс, да, вот, вот он решал эту задачу. Рассказать вам как? Да, так почитайте, например, огромное внимание начал уделять качеству продуктов и санитарным нормам. Внедрил санитарные нормы, от санитарных норм пошел требования к производственному процессу. Про это фильмы есть большой, трехчасовой, возьмите, посмотрите про вашу деятельность. Понимаете? И это совершенно другие знания, чем знания о том, значит, как помидоры резать и в банки их закладывать. как? Очень просто, потому что внедрение этих стандартов, применение их потребителями, государствами и так далее создаёт пространство для роста. Ваш стандарт становится общим стандартом. Давайте, идите, у вас бесконечный, пока вы не столкнётесь с другим стандартом. Но это не знание о производстве, это знание о другом. И так происходит в 10-15 отраслях параллельно. Да. А вы прослушали же первую часть, да? Нет, я-то вас прощу, но я понимаю, да? Корея порвала, то есть как они смогли вырваться из этой модели. Но то, что европейские говорят, американцы, мне всё понятно. Мне непонятно, как в этих условиях они выстрелили, а мы нет. Вы подождите, во-первых, когда они выстреливали, мы ещё такой задачи не ставили. Ну, вы возьмите, Япония выстреливает, ну, грубо, в период плана маршала. Когда американцы берут 5 копеек и говорят, вот вам 5 копеек, вот автомат можно туда положить ваши 5 копеек. Ну, есть 3 условия. Первое, вставьте зубы. Второе, переоденьтесь. И третье, контроль качества, потому что ваша продукция дерьмо, потому что она всё шло на военный заказ, а военный заказ это всегда дерьмо. Я грубовато говорю, но понятно? А это не 80-е? Сейчас, сейчас, сейчас. Не, не, не 80-е, всё произошло в 50-м году. А ещё, милые японцы, вот это, это, это вам запрещено делать. Вот композитные материалы, пожалуйста, делайте, сколько хотите. А вот самолёты вам запрещено делать. Запрещено. Не будете, вы производите самолёты. Понятно? Условия понятны, правила игры. Ну, всё, опускайте 5 копеек, проходите. Японцы, японцы начинают свою индустриализацию в 1800, ну, условно, там, 70-м году. В чём парадокс Японо-русской войны? Вся страна думала, что они с дерева ещё не слезли, а оказывается, у них мощнейший флот, вооружение и так далее, и тому подобное. Если вы догоняете, то вам, чтобы догнать, смотрите, вы понимаете, что вы догоняете, вам не надо придумывать. Всё понятно. Вот вам надо вот это. Оно есть, оно есть в образцах продуктов. Дальше современное мудрое слово реверсивный инжиниринг, а раньше называлось просто промышленный шпионаж. Значит, берёте, разбираете, дети любят в эту игру играть, берут машинку, разбирают, собирают, некоторые детали остаётся, машинка ездит почему-то. Теперь представьте в масштабах страны. Вот китайцы. Разобрали, собрали, половина деталей не вошло, продолжает ездить, долго будет ездить, никто не знает. Всё эмпирически. Теперь, Япония, она отстала. Она отстала на 100 лет. Германия отстала на 50. Она идёт на 40 лет раньше. Значит, они должны придумать механизм сверхкомпенсации исторического отставания. То есть, они должны построить такую машину времени, которая у вас и сожмёт это время. Есть наш с вами соотечественник, Александр Гершинкрон, тоже рекомендую почитать. Хороший человек. Из Одессы когда-то бежал. Собственно, наверное, с его родителей и него писали Ильфа и Петров потом, как они переходили с этими портсигарами куда-то в Румынию. Он разработал так называемую теорию отсталости. Он говорит следующую вещь. У страны, которая догоняет, есть одно преимущество и одна проблема. Преимущество в том, что она знает, куда идти. Следовательно, можно укоротить этот процесс. А недостаток заключается в том, что надо создать некий институт ускорения, а этот институт ускорения потом может завести вас не туда. Потому что если все едут, 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 а потом повернули направо, а вы ускоренно едете, вы просто не успеваете. Вы раз и тоже туда куда-то пилите дальше, а потом оказывается, все уже уехали в другую сторону. Дальше он говорит, вот немцы, какой они придумали институт догоняющего развития. Вы его знаете все, вы все это читали, но просто, ну как, знаете, кусочки пазла не дособираются. Он говорит, инвестиционный банк, вот английский банк, он коммерческое кредитное учреждение. Приходит предприниматель, предприниматель говорит, я хочу идти туда. Он говорит, ну отлично, ну там, мы тебя знаем, вроде ты неплохой предприниматель, вот какое-то обеспечение, вот какие-то гарантии, на тебе деньги, иди туда, куда ты хочешь. Все. Мой заработок, как банка, это процент. Немцы говорят, предпринимателей нет, мы же отстали, университеты есть, предпринимателей нет. Надо как-то компенсировать отсутствие предпринимателей. Как? Надо создать вот такие сгустки ресурсов, сконцентрировать их в инвестиционном банке, и инвестиционный банк будет решать, куда идти. Вместо предпринимателя у вас появляется менеджер завода, а в наблюдательном совете сидят представители банка, и они принимают решение, куда рулить. Кстати, сам Гершин Крон описывает эту ситуацию на своем собственном папе. Потому что папа из Одессы сбежал, потерял там свой бизнес, приехал в Австрию, возглавил предприятие, а к нему в наблюдательный совет сели представители банка, ему говорят, он человек, создавший в Одессе вообще большой бизнес, а они ему говорят, нет, ты делай вот это. Он говорит, да вы что, с ума сошли? Я-то знаю, что надо делать другое. Он говорит, нет, мы тебе деньги даем, мы принимаем решение. Ты делай вот это. Ну и довели страну до Цугундера. А он сбежал дальше в Америку, где можно делать то, что хочешь. Где ты несешь ответственность за свои решения, а не кто-то. Приходит представитель кавхоза, говорит, сажай. Говорит, да если сегодня посадить, все сгниет. Он говорит, сказали тебе, сажай, у нас разнарядка. Поэтому числа всюду, по всей стране посадить. Он говорит, ну ладно, так сказать, не я же принимаю решение сажать, ты принимаешь решение. Ну и все, ответственность на тебе. Теперь, что японцы? Они еще на 30 лет отстают. университетные банки им не помогут. Какое они решение придумывают? Ну вы все знаете, друзья. Вы знаете все это, вы все это читали. Они создают крупные торгово-промышленные объединения. Более того, я могу сказать, в 80-м году они национализировали всю промышленность. Мы просто не знаем про это. Мы забыли. Собрали и за одну иену продали эти куски промышленности в определенных пропорциях этим крупным торговым компаниям. Ну, например, какой-нибудь Митсуи, которая до этого 500 лет торговала рисом. Теперь, а что у вас получилось? У вас есть крупный финансовый капитал и большие разнообразные промышленные активы. И вам говорят очень простую вещь. Вам говорят, вы отвечаете за перекрестное субсидирование. Вы за счет развитых рынков и прибыли финансируете развивающиеся. Понятная модель? Вот они так до сих пор идут. Вот они сейчас в кризис пришли, ну, сейчас это 40 лет назад. И вот так и стоят в этом месте. Потому что эта организационная форма, компенсировавшая отставание 100 лет назад, перестала работать. Она теперь создает проблемы а не создает условия роста. Конечно, ну потому что неповоротливая система, между ними еще какая-то квазиконкуренция, но при этом надо пойти, ты можешь конкурировать с другой такой компании, но тебе надо прийти сначала в министерство и договориться, как вы конкурируете. А что Россия? Она еще остала на 30 лет. Берете переписку периода Витта и Столыпина, промышленники все говорят, что... Ну а как нам? У нас одна единственная возможность, через государство, через централизованную экономику. Это не Сталин и не большевики придумали, это промышленники придумали русские. Сами написали на себя донос. Давайте сконцентрируем ресурсы, и тогда мы догоним. Ну, во время Первой мировой войны оно таки сконцентрировалось, да так, что уже потом уже из этой удавки хотелось выскочить, но уже некуда. Все. О чем вы думаете? О жизни? Или о делах, которые вы не успели сделать? Нет. О национальных моделях. То есть, вот, очень интересно у вас это вот один уклад меняет другой. То есть, если вот клиенты тоже понятны в этом случае, но есть ли какие-то вот национальные установления? Да, конечно, ну, конечно. Все подается. Не, но смотрите, она, вот смотрите, тут же важно следующее. Вот, поскольку вы пропустили, то я с помощью вашего вопроса один аспект оттеню для всех остальных в том числе. Видите, здесь же страны-лидеры. Нет. Нет. Вот смотрите, но тогда, когда Северная Европа в лице объединенных провинций выходит на передний план, это вообще никакой Европы нет. Ну, смотрите, в Бельгии нет такой страны, да, Голландии нет такой страны, есть колонии, ну, фактически, да, протекторат, габсбургов, это испанская империя, испанская империя валюет с французами, заодно участвует в 30-летней войне, вы помните, да, 1618-1648, чем заканчивается 30-летняя война? тем, что, во-первых, треть населения угрохали, особенно в Германии, из-за чего она, собственно, и отстала, и не могла догнать это, ну, до сих пор, сейчас начинает догонять, вот, понадобилось им много времени. Но самое интересное другое, они, по-моему, в 42-м году собирают мирную конференцию, чтобы договориться об условиях мирного договора. Год сидят и выясняют, что они не понимают, из-за чего они воюют. Почему? Потому что воюют полевые командиры. Ну, предприниматели, военные, нанимают армию, подходят к городу и говорят, плати деньги, мы тебя будем защищать. Он говорит, я не хочу, он говорит, ну, тогда мы тебя разграбим. Это бизнес. Гибридная война, называется, да, про это, кстати, хорошие есть, там, книжки, фильмы. И, смотрите, невозможно ни о чем договориться, потому что вы начинаете договариваться с таким предпринимателем военным, вы с ним договорились о мире, и ночью его же товарища зарезали, потому что их бизнес, война. Кто субъект ответственности? И вот они начинают выстраивать то, что сейчас называется Вестфальской системой. То есть, они начинают вменять ответственность за войну и мир фиктивному субъекту, национальному государству. Нет такого субъекта, нету, нету ни одного национального государства в Европе. Но их придумывают, а потом 200 лет реализуют. Например, после наполеоновских войн Бельгию создают как национальное государство. Понимаете? Ее не было, не существовало всего этого. Теперь, а вот национальное государство в какой-то момент, но их, правда, становится уже меньше, вместо там 200 мелких, да, их становится там 40 к этому моменту, потом 25. Они, приняв эту ответственность за войну и мир, еще говорят, но ведь война и мир, это же следствие промышленного развития, правильно? Если у тебя есть пушки, то ты можешь воевать, а если у тебя пушек нет, а ты с копьями ходишь, то что тебе, куда тебе со свиным рылом, да в калашный ряд. Как индустриализация в России-то начинается? Алексей Михайлович сталкивается с пушечками-то, шведскими. Надо срочно проводить догоняющую индустриализацию. Теперь, а значит, надо заниматься промышленностью, а значит, надо иметь какую-то промышленную политику, в частности, хотя бы в той области, которая обеспечивает конкурентоспособность вооружений. Вот оно так вот и догоняет. Но, смотрите, Соединенные Штаты, ну, конечно, они выходят в лидеры к середине 19 века. Но я даже больше вам скажу, да они в 800 году уже идут нос к носу с Англии. Прежде всего, почему? Свободная площадка. Почему ни одна промышленная революция, я забегаю вперед по отношению к моему изложению, но раз вопрос есть, наверное, нужно про это сказать. Не происходит там, где происходило предыдущее. Потому что предыдущее создает социальную структуру, которая препятствует развитию. Там лоббистские группы, группы интереса, которые выросли в старой системе, а новая экономика поломает их интересы, приведет новых людей. Ну, кому это хочется-то? Американцам повезло в одном. У них было западное побережье. Понимаете? Вот если бы у них не было западного побережья, возможно, не было бы никакого феномена Америки. Потому что восточное побережье собственно, догнало английскую промышленную революцию, первую, ускоренно. Если вы увидите, они просто пункт за пунктом реализовывали всю английскую программу, только без проблем английской. Ну, например, значит, вот, знаете, любимая тема, там сейчас, пробки. Я все время говорю, друзья мои, представьте себе на секундочку, 1800 год, въезд в Лондон. Тогда вы поймете, что такое пробки. Потому что это вереницы лошадей, которые что еще делают, когда стоят в пробке? И это все страшно воняет. Вы пробок не видели никогда в своей жизни. Вы не представляете себе, что-то такое. Там умереть можно. Там люди умирали просто от удушья. Теперь, американцы в 1800 году говорят, нет, нам это не нужно. Ну, что это такое вообще фронтир развития промышленного? Мы все по-другому будем делать. Мы в другом города будем планировать. Мы по-другому маршруты будем транспортные. Мы железную дорогу начнем раньше. Мы сделаем ее сразу на запад и так далее. И западное побережье у них, особенно после захвата, вы помните, как география развивалась с войной с Мексикой и прочее. Оно будет свободно для второй промышленной революции. Там, вы же понимаете, Силиконовая долина была построена в 1870 году. То, что вы называете Силиконовая долина, это внучатая племянница. А проекты все переносы туда новых отраслей, создание там новых учебных заведений, включая стендных заведений, это все проекты конца 19-го, начала 20-го века. Если бы этого не было, никуда бы... Вы знаете, какой первый президент поехал в Силиконовую долину и сказал своим товарищам, министрам, что он и у нас сделать такую же? Неужто вы думаете, что это был Дмитрий Анатольев? Это был Деголь. И было это в 61-м по-моему году. Поэтому, вот еще раз, каждая следующая страна попадает в ситуацию догоняющей индустриализации. Разрыв нарастает. Между Англией и Голландией в 1688 году, когда англичане наконец договорились, что они сами не справятся с индустриализацией. Вы знаете эту историю, да? Не знаете? Ну, а для начала они 75 лет воевали, гражданская война у них была. Причем сразу по четырем измерениям. У них была война парламента с королем, у нас была конфессиональная война, этническая война и война с Францией. 75 лет из 150 они воевали. Угрохали 15% населения. Правда, в основном аристократии, что им потом помогло. И пришли в тупик. В полный тупик с непониманием того, что делать. И когда Яков II, который оказался католиком снова, решил рекатализировать уже тому времени почти повсеместно англиканскую страну, они поняли, что это все, на этом все и закончится. Собрали представительство сословий и отправили его к Ильгельму Третьему Аранскому штатгальтеру объединенных провинций в Амстердам с предложением прийти наконец и править нами. Теперь в английской истории это называется мудрым выражением славная революция. Штатгальтер собрал парламент объединенных провинций и сказал бабки дадите, у него денег-то не было, поскольку у них три англо-голландских войны, они сказали дадим, если ты гарантируешь, что война закончена. собрали деньги, армию нанял, тут пришли еще евреи и говорят, мы тебе дадим столько же, сколько дали местные ребята, но с одним условием, что переименуешь Лондон, и он будет называться Новый Амстердам. Деньги он взял, а кто же от денег-то отказывается? Высадился в Йорке, географию представляете, за неделю дошел до Лондона, силы Якова оказались неспособными к сопротивлению, он сел, начал править, а у него была матримониальная возможность, потому что его жена была собственно потомка, потомка, потомственная стюартка, и правил до, я уж сейчас не помню точно, наверное, до 1704-го где-то года. кто здесь историки? Поправьте меня, если я на память что-то ошибся. Соответственно, инсталировав там новую систему управления, ну, собственно, в кавычках парламентскую, с изъятиями, конечно, по сравнению с голландской моделью, но, так сказать, говорят, что это повлияло как-то, ну, да, повлияло в том числе. Поэтому все эти переходы чрезвычайно драматичны, никакой колеи, которая вот-вот понятна. Да, кстати, до этой ситуации они два раза пытались сделать индустриализацию. Один раз Эдуард I, второй при Елизавете. И оба раза ничего у них не получилось. Максимум, что получилось у Елизаветы, это важная вещь, ввести твердое денежное обращение. То же, как вы понимаете, это важная составная часть договора между предпринимательским сословием и обществом. Твердые деньги. Кстати, из-за нетвердых денег частично возникла голландская революция. Потому что когда золото потекло в Европу и началась бешеная инфляция, то страдали прежде всего производственники. Но тех, кто золото возит, им-то все равно. Тех, кто товар возит, ну да, это касается, но в общем они всегда могут ориентироваться на платежеспособные группы. А производственник, который получил контракт, твердую цену, получил в два раза меньше в инфлюированных деньгах, для него это катастрофа. Поэтому один из источников восстания против испанской короны, конечно, экономический, чисто в области разделения труда. Ну а потом пошло-поехало. Понимаете, любой конфликт, он всегда имеет интересные внутренние пласты, психологические, которые невозможно предсказать, объяснить, нормировать и прочее. Здесь то же самое. Да, очень сложная ситуация. И американцы, война за независимость, не хотим быть сырьевым придатком, мы вот только что обсуждали с коллегами. И потом 1790 год, мемуар Гамильтона о мануфактурах, в котором черным по белому написано, что если страна с более глубоким разделением труда, читай, Англия, сталкивается со страной с менее глубоким разделением труда, то что произойдет? Это то, что я рассказывал в первой половине. Ну, понятно, неравноценный обмен, неэквивалентный. Начнется специализация страны с менее глубокой системой разделения труда на самых простых отраслях, например, на производстве сырья. это стандартный эффект такого взаимодействия, если не будет принято каких-то мер. И тогда Гамильтон говорит, протекционизм государственный на время, пока вырастает система разделения труда. Направления основные, поддержка технологий, поддержка мастерства, повышение квалификации кадров, создание инфраструктур, создание нормального денежного обращения. Вот области применения государственной политики на время, пока предприниматели смогут достроить систему разделения труда и сделать ее не менее эффективно. Это не произойдет сразу везде. Это происходит в отдельных зонах специализации. Поэтому одна из первых отраслей, где американцы перегоняют всех, это производство сельхозмашиностроения. Когда это произошло? Кстати, интересно. Меня всегда это удивляет в нашем календаре. У нас весь календарь начинается в 17-м году, сразу обрывается и потом сразу в 89-м. В каком году американцы создали систему сельхозмашиностроения и экспортную отрасль, которая стала доминировать практически на всем мировом рынке? Менделеев об этом пишет в своих заветных мыслях в 1903-м году. Это описывает. А когда это случилось? Случилось в 1840-м году. Вот тогда Джон Дир появился. Понимаете? Вот тогда. Потому что они сказали, раз у нас фермерское хозяйство, раз у нас там растет производительность, там вытеснение, нужно создавать вот эту отрасль, которая будет обслуживать. это дискуссия с Чияновым и Кондратьевым 1926-1927 года. Как идти? Каким образом социалистическое накопление это делает? Они говорили, только снизу, только от базовой деятельности, то есть от сельского хозяйства, потихонечку, потихонечку наращивать. А эти ребята, которые против, они говорили, что наоборот, забрать все у крестьян, за счет этого произвести первоначальное социалистическое накопление и бросить на крупную индустрию, произвести ускоренную индустриализацию, еще более ускоренную, чем была при Николае I, куда уже больше. Вот развилки выбора. Да. А какая такая инфраструктура вам нужна? Ну какая вам нужна инфраструктура? У вас деревянный дом, сейчас, сейчас, у вас деревянный дом, самое эффективное домостроение в русской истории, как было, так и осталось. Или что вы думаете, в мирном вот эти вот халабуды настроенные, которые промерзают, как только тепло отключают, это что, лучше что ли? Хрущевизация всей страны? У вас самая эффективная местная энергетика, потому что она на природных ресурсах. Либо лес, либо торф, где-то уголь, ну, то есть она очень диверсифицирована. Немцы сейчас к этому стремятся, не могут этого достичь, а так это все было. Голод, ну да, ну голод, ну понятно, ну бывает. Ну слушай, тысячи лет до этого был голод. Временами. Что вам там не нравится-то? Безграмотное население? Они просто грамотность по-другому понимали. У нас, у них обязательным элементом грамотности было знание четырех языков. В царской России-то. Четыре языка не знаешь, неграмотные. Латынь, греческий не знаешь, в университет не поступишь. Для тебя, пожалуйста, немецкие университеты открыты, у них цен сниже. Я не, поймите, я не агитирую за Николая Первого и царскую Россию. Я просто вам объясняю простую вещь, что любой механизм ускорения исторического времени когда-нибудь вам вернется ценой. Придет специальный представитель исторического времени и скажет, помните этот анекдотик, значит, прошу прощения, может, не очень такой, но ничего, расскажем. Значит, нового папу выбрали и секретарь приходит и говорит, слушайте, там два еврея ждут. Он говорит, а что такое, какой вопрос? Он говорит, я не знаю, но я знаю, что каждый раз, когда выбирают нового папу, приходят два еврея и просят аудиенции. А что они обсуждают? Он говорит, я не знаю, разговор конфиденциальный, но это, говорит, вот сколько я помню и мне рассказывал предыдущий секретарь, каждый раз происходит. Ну ладно, давай, заходят два еврея. Один из них разворачивает тайную вечерю и говорит, ваши ребята? Он говорит, ну да, наши. второй раз счетик-то оплатите за ресторан. Любая попытка перескочить исторический этап вернется вам счетиком, который надо когда-то оплатить. Вы можете тянуть сколько угодно, но придется. Вы готовы его оплатить? Ну то есть, у вас есть этот ресурс? Ну платите. Немцы платят свой, так сказать, ресурс. Японцы свой, там еще кто-то свой. Да? А вот как вы можете найти циклы научно-технических революций? Не, ну зря вы пропустили. Они, собственно, и есть циклы научно-технических революций. Ну серьезно, но не получится так, потому что у меня же есть логика определенная. Вот я уже из-за вас сбился с этой логики, но вы не услышите логику дальше. Вы теперь услышите отдельные такие, ну как это, характеристики. Но это может и неплохо, потому что, знаете как, в следующий раз расскажу. А сколько время? Значит, у нас 5 минут осталось, поэтому мы не будем пока дальше двигаться. Ну или может быть сделаем так. Давайте мы сделаем следующим образом. Я вам следующий слайд объясню, ну как бы следующий раздел. и на этом остановимся, не будем обсуждать, просто чтобы было понятно, куда я иду. Значит, смотрите, вот у вас сложилась платформа технологий. Наверх она требует новых знаний. Пошла вертикальная система разделения труда, клеточка. Но она же где-то реализуется, на какой-то территории. у вас есть уголь, у вас есть паровая машина, теперь у вас появились железные дороги. Все, вы начинаете трансформировать ландшафт, территорию, пространство, в которой вы реализуете этот пакет технологий. Голландцы прорыли тысячу километров каналов, англичане тоже начали рыть каналы, но где Голландия, где Англия. Кстати, сколько такой кусочек из анекдотов. Знаете, кто больше всех финансировал рытье каналов в Англии на переходе к 19 веку? Французская аристократия, которая сбежала после революции, и они решили, что это очень прибыльная штуковина. Ну, потому что платные же каналы, сейчас платные шоссейные дороги, тогда были платные каналы. Вот она стала это финансировать. Но все деньги потеряла. Вот, потом они, значит, сто лет маялись, потом вложились в Россию. Значит, теперь, как бы, у вас отпечаток на территории. Раз, пространство структурируется. Голландцы прорыли каналы, железные дороги, каналы придется зарыть, строить мостовые переходы дороже. Помпидо начинает подавтомобильное движение трансформировать ландшафт крупного города Парижа, он прорывает, он сносит дома, прорывает сквозные магистрали. Эсенхауэр начинает делать систему скоростных дорог в Америке, они сталкиваются с тем, что дорога упирается в старый мостовой переход, на въезде в город пробка, надо все снести к черту, и достроить до центров городов. В Нью-Йорке 500 тысяч человек переселяют в момент, когда реализуется мы все время имеем дело с перестройкой пространства. Возникает инфраструктура, она опаздывает по сравнению с тактом развития. Кстати, в России была очень интересная дискуссия по этому поводу. Был такой Канкрин, министр финансов, у него есть такая книжечка маленькая, где он выступает против строительства железных дорог в России уже в 70-е годы. С очень интересной аргументацией. Он говорит, эти дороги не заказаны предпринимателями. У этого есть две проблемы. Проблема первая, у государства не хватит денег, потому что нет поддержки, нет государственно-частного софинансирования. А второе, государство построит дороги не туда, куда надо, потому что заказчиком станет военное ведомство, а не предпринимателя. Никогда не задумывались над этим? Вот там все было уже. Теперь, итак, они опаздывают инфраструктуры. Платформа есть, технологическая инфраструктура еще нет. Потом они подстраиваются под новую платформу, возникает эффект синергии, на этом последний рывок роста. Теперь две проблемы. Первая, мы в догоняющей позиции. А это значит, что у нас исторического времени для того, чтобы отбить эти вложения, может не хватить. Мы же позже идем. Они же уже впереди, они захватили рынки, они снимают сливки, а мы можем не успеть. А инфраструктуры-то нам нужны такие же. Мы же не можем сделать их подешевле. Образец же уже задан, значит мы начинаем делать инфраструктуры такие же по качеству и стоимости, но не окупаемые. Из каких денег это будет? Из денег предпринимателя из его будущих проектов. То есть мы тем самым накладываем вериги на будущего предпринимателя, который смотрит в платежку и говорит, это что я, 40% должен платить за инфраструктурный пакет? Да в гробу я это видал. Давайте я перемещусь туда, где он 10%. Теперь вторая проблема. Смотрите, инфраструктуры созданы, а промышленная революция новая. Технологический пакет новый и требования к инфраструктурам тоже новые. А старые инфраструктуры что делают? Они нам мешают, они тащат нас назад. Дело не в пробках. Дело в том, что у инфраструктур другой по циклу, по логике такт развития. Он идет с опозданием, а потом какое-то время идет разрыв между новой и почему в новом месте надо создавать. Потому что это дешевле. Потому что это дешевле. Новую инфраструктуру легче создавать в новом месте, чем перестраивать старую. А еще на старой инфраструктуре люди завязаны, там социальные структуры, политика, ППП, ДДД и пошло-поехало. Отсюда не знаю. Да. Но это мы пропустим. Вот. Да. Вот. Значит, мы можем каждой технологической пакету, каждой платформе технологий поставить в соответствие набор поддерживающих инфраструктур. Кстати, достраиваются они, вот если на примере второй промышленной революции, значит, фордовская машина появилась в 13-м году, к 25-му происходит автомобилизация Соединенных Штатов, как следствие отдельное домостроение выносится в субурбию, вокруг городов возникают пригороды, индивидуальных домов, люди начинают на работу ездить на машине, плечо доступности до 200 километров, совершенно другая экономика, центральная часть города перестраивается из селитьбы, которая была привязана к старым промышленным предприятиям, в офисные здания центра ТНК, банковские структуры, это все 30-е годы, и возникает проблема, а ездить на этих машинах почему? Смотрим фильм самый пьяный округ, вот вам обычная грунтовка, форд идет в конгресс, дайте денег на дороге, они говорят, да и так же ездить нормально, что тебе еще денег? И Зенхавер привозит идею автобанов из Германии после войны, его убеждают его советники, что если они сделают такое сквозное автомобильное сообщение, они поднимут глубинку экономическую, поэтому обратите внимание, там всегда дороги дублеры, там всегда центральная магистраль и дорога дублер, потому что по дороге дублеры выезжают продукты и услуги из глубинки, они едут, потом выезжают на центральную трассу, доходим до городов, перестроили города, резко повысили эффективность экономики, втянули в нее новый потенциал, это 70-е годы, а и теперь мы вдогонку достраиваем этот инфраструктурный пакет, мы говорим, ага, крупные хабы авиационные, самолет, который сейчас повезет тысячу человек, он привозит в хаб, скоростной транспорт, причем желательно, чтобы терминал железной дороги был прямо там же, где аэропорт, спускаешься на нулевой этаж, садишься, ну как в Лионе, например, на четвертом этаже аэропорт, на нулевом этаже поезд скоростной, скоростной поезд, это значит, сейчас японцы отрабатывают 470 км в час, хорошо, французскую модель оставляем, 350, проблемы никакой с этим нет, и вы доезжаете, пока вы едете, вы вызываете Uber, Google такси, вышли, сели в этот Google автомобиль, и по капиллярной системе дорог вы разъехались в последнюю милю. Как вы думаете, как формулируется сейчас задача транспортной глобальной логистики? ТЗ. Звучит следующим образом. Из любой точки мира в любую точку мира не больше, чем за 12 часов. Все. Вот ТЗ, которое сейчас будет реализовываться. Если они сделают этот вакуумный транспорт, значит, будет 6 часов. Мы снизим нагрузку на авиационные перевозки, перебросим часть на другой транспорт. Вопрос 30 лет. Поэтому мы с вами должны понимать, что вот там будет третья промышленная революция, там будет другой пакет инфраструктур. И пока он складывается точечно, и мы еще не видим конечной модели. И он будет отставать во времени, во всех случаях. И он в итоге сложится где-то не везде. В одном месте, где соберется впервые конечная форма. Спасибо. А завтра в 10.30, хотя я так и не понял, про что вам рассказывать завтра, поэтому сейчас пересоберу концовку этой лекции и добавлю к ней новые моменты и буду просто двигаться дальше по логике. А вы успеете посмотреть начало? Спасибо.